Я самая. Я сама миллион заплачу, чтобы звание получить. Они реально как будто первый раз готовят, и это что за херня? Каждый сам за себя в этом мире. Победы не будет. Сложность-то в чем? Легкотня. Бу! Спасибо, что поддерживаете нас на Бусти. Друзья в земле. С вами Катя Белечки не узнали? Катюшка Тринтибелечка. Ты подготовил таблетки? Таблетки подготовил, в смысле, выиграл? Потому что сегодня мы начинаем смотреть мастер. Мастер-кондитер. Я так широко открыла рот, у меня еще губа не треслана, только что, простите. Боже мой, вот 2024 год мы объявляем годом новизны. Неплохо, неплохо. Надо начать год дракона с чего-то драконьего, с чего-то невероятного. Хватит вот этого пресного мира. Пора спасать на терминку и подсластить. Ты таблетки не выпил. Юмор еще не раскачался, да? Год новый. Слушай, год начали. Это первый ролик в этом году снимаем. Да, непривычно. Непривычно. Я решил из кадра уйти. Кстати, сегодня очень прекрасная картинка такая теплая. На меня здесь какая-то новая лампа светит. То есть Митюшка-то не отдыхал. А я вообще никогда не отдыхаю. Да, это факт. У меня всегда в голове идет мысленный процесс. Мыслительный зовешь. Мысленный. Да. Мысленно зовешь. Дорогие мои, ну что, с наступившим вам годом, как говорится, еще разочек. Сегодня мы, правда, будем смотреть новую версию шоу-кондитер. Очень большой был прогрев у Оли Вашуриной. Вот что я хочу сказать. У самого сахара был прогрев. Не было. Был. Прямо. Рекламочка. Реклама кондитера? Да, у Обломова реклама. Ну, у всех кондитерских блогеров, на самом деле, была реклама. Знаешь, кто с чем вступил в Новый год? Я с Герпесом. Он пришел со мной, простите. Что я хотела сказать. Олечка выкладывала свои потрясающие луки. То она там женщина-кошка, то она амфибия, то она Тринити. И мы, конечно же, ждем, что сегодня для нас подготовили. Потому что, я так понимаю, это будет формат фабрики звезд, но для кондитеров. Они будут жить в каком-то подмосковном доме, как в Доме-2. Подожди, то есть не хочешь сказать, что это будет формат Адской кухни? Я не хотела. Я не хотела говорить это. Это свое авторское шоу. Авторское? Да. Поэтому она называется Мастер-кондитер, как мастер-шеф. Вообще у меня вопросики к названию. То есть нельзя было назвать последний кондитер, кондитерское искусство, борьба за, не знаю, борьба за сладкую вату. Я бы, ну тупые названия, я бы назвала дом кондитеров. Давайте начнем смотреть. Присаживайтесь поудобнее, наливайте себе водичку. Да, пить мы сегодня будем много, как и всегда. Серия длится час тридцать. Обычно часик длилась. Пожалуйста, наденьте. Так, открывающий кадр Оля ест. Фартук у нас один и тот же, на все случаи жизни. Мне кажется, он так даже по улице ходит. Ты имеешь в виду китель? Ну да. А я подумала, фартук, что он нацепил фартук сзади, как плащ. Ну да. Я тебя реально сладит. Ладно, все, все, скетчком. Помолчи чуть-чуть. Да, все. Это мое шоу. Без тебя никак. А? Она. Найс, титс. Дальше. Кондовна, это какой кусок торта по счету был? Да, Ренат Лимарович, что вы на меня кричите? Мне было так доскливо, я так скучала по нашим шоам. Скучала она? Игра! Ренат Лимарович, вы куда? Надо спешить, скучно. Простите, у меня сейчас немножко ощущение, что я смотрю телесериал на России один. Что я? Ну, вот такая же актерская игра примерно. Ну, он тебе что-то требует. Не, супер, вообще супер. Просто я давно не смотрела таких русских сериалов. У нас сейчас настолько повысилось качество в целом. Все прекрасно. Здесь никто не актера. Мы бы хуже сыграли, честно, с тобой. Добойте. Ну и почему они пока? Ренат Лимарович, куда мы летим? Как Коля держит Рената. Да. Нет, ну, я заикаюсь от слова застежка. Женщина-кошка. Вот, кстати, у меня у сына в скорости рождения, да? Соответственно, аниматоров я заказывала. Вот знала бы я. Вот был бы Супермен и Женщина-кошка. Во времена хлебного мякиша, подгорелых коржей и нехрустящего безе, Ренат Акзамов решился на поиск новых кулинарных героев. Для этого он собрал команду самых талантливых кондитеров со всей страны. Их суперсила – умение готовить лучшие десерты в России. Но только один из них сможет стать победителем и получить самое высокое звание в мире кондитерки – мастер. Ты заметил, что ни одного знакомого лица? Насколько я знаю, будет Кэнди Крауншинка. А вот я ее только и вижу. Вот она здесь, а все остальные незнакомые. Как тебе вайп вот вообще сейчас? Ну, это невероятно. Боже, я прям в шоке. Я ничего подобного никогда не видел. Ну, давайте так. В целом, тортиковый контент, мы сами этим занимаемся, это, конечно, не какая-то сверх хайповая тема, и там нет драмы. Поэтому мы тоже часто такие приемы делаем, типа там в дыму снимаем торт, ну, слишком нагоняем какого-то пафоса. Да, так есть. Поэтому здесь в целом, да, там вот они муку усыпят, типа супергерой, ну... Ну, на слово муку, что все верно, все так и надо делать. Одобряю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 14 лучших кондитеров универсалов со всей страны собираются в нашей передвижной студии. Впереди 11 недель сложнейших испытаний и самых... А почему передвижная студия? Это дом на колесах? Это дом на колесах. ...нероятных заданий. И один главный приз. Официальный разряд мастера-кондитера и один миллион рублей. Итак, коллеги, я приветствую вас на проекте Мастер-кондитер. Браво! Я думаю, вы все слышали, что существуют разряды... Вы все слышали, что существует программа Мастер-Шеф. ...третьего разряда, четвертого разряда, пятого разряда. Но в советские времена существовал разряд-звание. Мастер-кондитер получали... О, смотри, как хорошо. Я задушнил, а он объяснил. Да. Советское наследие получается. Молодец Арбатика. Батя доволен. Единицы. Главная ценность и уникальность этого сезона в том, что один из... В том, что давай дополним. Главная ценность уникальность данного сезона в том, что... В том, что у нас дом на колесах. Я не знаю. Передвижная студия. Но мне очень нравится. Очень стильно. Вот прям без шуток. Классно сделали. Я в восторге. Прям, да. Получается, чилили там все лето в Подмосковье. Это, да, ребята? Вот это вот мы снимаем, мы работаем. А сами там... Вас получит звание... Декольте обрабатывали. Застегивали. Мастер-кондитер. Ну и такой маленький бонус, а телеканал опять... А как, ну ты реально будешь заверен мастер-кондитер? Там какую-то... Грамоту. Не, ну грамоту с грамотой, ты будешь приходить, что ли, в кондитерский, там, медаль какая-то, звание, там, кандидат кондитерских наук. Прикольно было бы. То есть, ну как это? То есть, ты после этого будешь приходить на подкасты и представляться. Мастер-кондитер Елена. Мастер-кондитер Кэнди Кравченко. То есть, ты думаешь, все-таки она выиграет? Ну, скорее всего. Есть какие-то сливы? Сливы есть всегда. Миллион рублей. Ой, честно, мне кажется, уже миллионом никого не удивить, особенно за вычетом налогов. По факту тебе не хватит ни на что для твоей деятельности. Там ипотеку выплатить. И вот... Какую ипотеку? Ну, условно, ну вот человеку дают. Вот миллион, сколько у нас вычет налог еще? 35. 35 процентов. Вот вы считаете. Сейчас молодцы. Да, 650 тысяч рублей. Я говорю, реально, там долги раздал, осталось 100 тысяч, блин. Ну, в плане даже... Нет, ну кондитерскую не открыть. Да, кондитерскую не открыть. Не на миллион, а на 650 тысяч. Так тем более не открыть. Ну, даже на миллион не открыть. Мне кажется, надо немножко ставочки повышать все-таки. Ну, бюджет-то есть. У нас сейчас все равно какая-то реклама будет. Ну, хоть давайте хоть 2 миллиона. А может быть, надо не деньги отдавать, а открываем кондитерскую в центре Москвы? Но это бюджет огромный. Это огромные бюджеты. И вообще не факт, что кто-то это будет доводить до конца. Слушай, а как тебе шоу, в котором открывают кондитерскую в Москве? Шикарно. Ну, это такое сделают на YouTube. Сделают. Да. У меня бегают мурашки по телу от того, что вот он сказал, мастер-кондитер 20 лет назад. Мне все это было знакомо. Я безумно счастлив. Да и к тому же получить еще и миллион к этому всему. Получить. Вот интересненький такой вопрос. О, Кэнди Крафтенко, привет. Вопрос такой. А мы отбор не будем смотреть. То есть просто по факту. Ну, просто лучшие. Ну да, конечно, вот отбор нужен, как в танцах. Что-то там выходит, что-то на сцене показывает. Ну да, там раз сплясал с... Пока готовишь там, не знаю. И за мальтом себя облил. На самом деле, очень странно, что мало знакомых лиц. Я была уверена, что будут все те же. И в целом, мне бы, наверное, даже больше так понравилось. Ну, как зрителю. Просто примелькавшиеся лица, было бы интересно смотреть. Да. Но какие-то вот открытия совершили. Притом, что я думала, уже все кондитеры, которые хотели, переходили на это шоу. Ну, видишь, новиночки есть. Почему-то я держу блокиратор розетки у себя в руке. Я не знаю, зачем. Что делать? Вообще-то в нос надо вставлять. Нет, нет, нет. Сколько звание? Это дорогого стоит. И я бы даже отдала свой миллион. Кэнди. Кому? Вот, вот мы с тобой сидим про бабки все, как обычно. Вот эта приземленность. Человек говорит, мне звание нужно. Заберите миллион, дайте звание. Я сама миллион заплачу, чтобы звание получить. Анечка, надеюсь, вы лукавите? Просто стебетесь чуть-чуть, да? Нет, ну, если так, то так. Да, все, супер. Знания на уровне страны. Мне так не терпится. Как будто вот эту женщину мы видели, да? Я первый раз вижу. В каждом выпуске участников другого конкурса. Один на технику и знание классических рецептов, другой на креативность и кондитерский дизайн. По итогам каждого этапа худшие будут выбывать, а лучшие станут на один шаг ближе к победе. Первое задание. Ваша задача приготовить шедевр из сдобы. Это как в моем любимом короле десертов, тема хлеб. И вот готовь, что хочешь, вот тема хлеб получается, да? Работайте. Работайте, вот башню с хлеба сделайте. Такая история бабушкина, ну, куда деваться. Я с тестом умею. Я пирогил в кипячке вообще-то. Я боюсь дрожжей, потому что они могут не подняться. Это испытание несложное, я с ним справлюсь. Я уверен в своих силах. По умению работать со сдобой определяется мастерство кондитера. А претенденты на звание мастер-кондитер должны владеть этим навыком в совершенстве. Но действительно ли это так? Когда вы заказываете у кондитера, что для вас важнее? Значит, он хорошо готовит булки или значит, он хорошо готовит бисквит? Как будто бы я у кондитера ни разу в жизни не заказывала сдобу. Ну, как-то прям, знаешь, так определяющим фактором. Ну, на пасту только единственные ключи, и то как бы не все готовят. Это может быть что угодно. От пирожков до нарядного каравая. А я бы вот это тесто бы купил, замороженное, слоеное. Просто сахарочком посыпал, корицки немножко. И просто вот так вот этот противень просто весь выпек. Да, просто... Не, ну я бы завернул, сделал бы улиточки красивые. Корицу еще? Я же тебе только что искал корицу. Зайка, включись! Зайка, включись! Слушай, что говорит твой муж. Это очень интересная информация. Так. Треугольничком бы вырезал, и круассанчики получились маленькие. Ну, отчересчур уже. Оценивать будем два главных параметра. Ваше умение работать с тестом, внешний вид изделия. Прежде чем вы начнете, я хочу представить вам специального гостя. Сегодня дегустировать ваши изделия нам поможет знаменитый бренд-шеф, кондитер, преподаватель... Ирэн Свирина! Не может быть! Нормально так нас с добов, да, принялись? Простите, вот так-то да. Давай, Оля, кулачок, кулачок, Петюня, поданс! Ирэн, от тебя напутственные слова. Чувствую свою ответственность. Готова поддерживать каждого из вас. Через несколько часов мы хотим увидеть вершину мастерства. Мне нравится, когда люди, у которых, допустим, обычное имя, себя как-то классно позиционируют. На этом выпуске вы будете называть меня Катрин всегда. Все, вот это Катя, вот это Катюха, Катюшка. Не на, все, Катрин. Катрин Беллчик. А ты как? Окей, Дмитрия. Дмитрия? Дмитрия. Когда едешь в Митрия, по-красной. Митрия едет в Митрия. Но я был бы не я, если в моем шоу будет все так просто. Вау. У меня есть, когда говорят, я был бы не я, когда продюсеры придумали. Я был бы не я. Мучной дартс. Внутри шаров мучного дартса спрятаны 8 видов муки. Пшеничная, ржаная, овсяная, гречневая, гороховая, нутовая, миндальная, кокосовая. Я бы и соевой хотел готовить муки. Узнать доставшуюся муку по виду, вкусу и запаху. А затем испечь из этой муки свою сдобу. Давайте начнем с Натальи. Ну прям такое себе изнутовый готовить сдобу. Здравствуйте. Меня зовут Зыкова Наталья. И мне 49 лет. Я из сурового города Челябинга. Нихера себе. Смотрите, вот это прям кадры для какого-то нуарного кино. Она такая качается, камера приближается. И пальто такое крутое, золотое. Да, просто смотрит по центру мое башкей. В ЧБшки бы. Да, не, не нужно. Не надо в ЧБшки. Вот это, конечно, заборчик сильно отпугивает. Но заборчик бы на цвет кори можно было убрать. Просто черным бы его сделали. Вообще. И даже эти лямки от рюкзака. Да, и машину убрать. И все. Не, хотя машина проезжать должна. И не улыбаться. Для нашего фильма. Да, для фильма. Я холодная, но сердце у меня горячее. И руки у меня золотые. Но на любви я голодная. Моя история в кондитерстве началась с серьезных проблем в жизни. Мой муж возвращался поздно вечером с работы. И на него напали. Его ограбили. И он попал на несколько месяцев в больницу. Мне пришлось срочно искать работу. Потому что я осталась одна с двумя маленькими детьми на руках. И денег абсолютно не было нам. Жить было не на что. В итоге я устроилась помощником кондитера. Начинала вообще там мыла посуду. Помогала делать какие-то заготовки, тесто. Я умею добиваться своего. Поэтому карьера пошла быстро в гору. Через 4 месяца я уже была технологом-кондитером. Шеф-кондитером. И сейчас я работаю на себя. Получается история успеха. Крутая. Ну вот то, что она покрывала шоколадом, не очень крутым показалось. Да, ну а вот этот торт классный в стиле... Namedless Cakes. А он в стиле Елена Гнут. Елена Гнут. Кстати, мне кажется, на монтаже подставили, она не попала. Можно подойти и понюхать. Пшеничная мука. Но я могу сказать, вам повезло. Это реально повезло. Слушай, а вот ты бы вот так попробовал муку, определила бы на вкус? А что, ну во-первых, она на цвет белая. Там либо кокосовая, либо пшеничка. Там вообще нет вариантов, в принципе. Вариант! Мне вчера в серфе сделали кофе на двух смесях молока. На кокосовом и на безлактозном. Потому что у них безлактозное на донышке было. Это вкусненько было. Я так дома делаю, да. Слава Марлу. Так далеко! Роман Гахтинберг. Мне понравился такой экстрим. То есть мы не сами там как-то выбираем, а мы именно методом дачи, скажем так. Какая мука нам попадется. Соевая какая-то мука, я не знаю. Латты приготовишь! И овсяная мука попалась. Какая-то желтенькая, гороховая. Кукурузной не было. Гороха или нут? Миндальная, что ли? Миндальная мука. А, миндальная. Ржаная? Да. Попала в муку, о которой, честно говоря, я мечтала. Вообще, вообще, сейчас лучше выпили. По кайфу. Гороховая. Гороховая! Сначала я растерялась. Не помог. Крест животворящий. Пекла хлеб из гороховой муки. Очень хочу звание мастер-кондитер. И волю и суча. Как бы не хочется его терять. Молодец! Молодец! Мама, она вообще пошла на первую рулю. А она что, знала, куда нужно тыкать? Кокосовая. Кокосовая? Конечно. Я обожаю смотреть, как Оля отыгрывает эмоции на любую фразу. Это просто легендарно. Оль, медведь. Оль, чашка. Чашка! Чашка! Это просто легенда. Конкурсанты смогут взять на футгорке. Но на это дается всего одна... Можем взять зефир на футгорке, посидеть, чайку попить, пока другие готовы. Ну что, коллеги, вы готовы? Да! Я вижу, вы заряжены. Но тогда... Вот мы говорим, что надо англицизма меньше использовать. Как футгорка заменить? Фудмаунт. Футгорка это как бабл чай, да? Да, вот футгорка это что такое? Еда горка, горка из еды. Как назвать, чтобы это было красиво? Едабельная горка? Трапезная горка. Ты же моя, Шкин. Ну как-то да. Трапезная горка. Трапезная горка. На минуточку. Маслице пошло. Бардак. Вся толпа, нас 14 человек. Мы собираем все продукты, мы не важно, просто сгребаемся. Все подряд, мука, масло, все вместе. Что масла так захотелось? Это яйца. Я схватила... А яйца что? В дефиците. Дрожжи. А там кстати я видела несколько видов дрожжей. А там уже ничего нет. Слава Марла. Он вообще на чили, на расслабоне. Просто ты как думаешь, что где, когда. Конечно, когда у тебя контракт с Дзеном. Не, ну брось, реально ходит такой, что-то, да я что-то не успел. Нарад-та-там. Мы каждый раз со Светиком поражаемся. Как Дзен смогли умудриться взять Славу Марл своим амбассадорам? С учетом того, что средняя аудитория на Дзене это 45+. Просто угораем с этого постоянно. Причем у нас даже, если посмотреть вот ролики, которые мы выкладываем на Дзен, у нас действительно там взрослые смотрят. Но они реагируют... По-взрослому. Да, соответственно, так сказать. И при чем-то Слава Марла понять вообще невозможно. В принципе, мне нормально. Время истекло. Имя любимое мое. Твои имена. Имя любимое мое. И непобедимая. Любовь моя. Твоя моя. Итак, в первом испытании... Слушай, а в часах как будто была мука. Ты обратил на это внимание? Скорее всего, пшеничная. Не, мне кажется, пшеничная просто не смогла бы... Да никакая не смогла бы мука. Могла бы. Я думаю, какая-нибудь миндальная. Миндальная, да. Она крупная, она как песок. Участникам предстоит печь изделия из сдобы. Но оказалось, что продуктов... Пшеничка из запорта. ...хватила не всем. Прихожу я на свое место, значит, со своей мукой и двумя яйцами. Ну, и что с ними делать? Иду дальше, цыгане. Бартер. Бартер. У кого миндальная? Мука там одна, а мы готовим трое из этой муки. Естественно, мы этой мукой делимся. Меня зовут Калинин Денис, мне 31 год, и я самый редкий... Одноклассник твой, Денчик. А все потому, что я рыжий. Кондитерка у меня... Аргумент. ...то, что моя мама не совсем хорошо готовит. Мам, я люблю тебя. Я дипломированный специалист, у меня четвертый разряд, и я реально крутой, и я выиграю. Блин, ну вот тот торт, который мы увидели только что... Я нормально с чесночком. Мне вообще не понравился, очень простой. Мне понравился, и горшочек понравился, все супер. Ты отрабатываешь перед аудиторией, знаешь, вот это все восхваляешь, все вот это. Ты не можешь просто перчинки взять и дать. Да я уже так дала, знаешь, потом с психологом прорабатывала, как дала, поэтому нет. Не, реально хороший торт, а что не так... А еще очень приятно, молодой человек. Все будут за мужчин болеть, потому что мужчины, главное, на планете Земля. Кажется, они вылезутся. Но вот эта женщина, Наталья... А ты все дрожжи взяла, поэтому мы их не нашли. Я схватила самый... Чисто выдает всем по кусочку. Девочки, у кого сахар есть? У меня есть дрожжи живые. И я меняла эти дрожжи у других участников на нужные. Слушай, вот тебе не состоится впечатление, а чем это шоу отличается от основного кондитера? В основном кондитере был отбор, а здесь просто взяли и отбор убрали. Причем отбор для нас всегда был самый интересный, и мы всегда, ну так, скипали, скажем честно. Но мы не скипали. Ну, мы ментально скипали, мы просто смотрели в этот момент, а не комментировали. Ну, пока смотрим, пока локация другая. То есть они подумали, слушай, возьмем самый интересный шоу-кондитер. Вот это как всегда, как в четырех свадьбах, когда мы любили проматывать финальную часть, где все смотрят баллы. Оказывается, зрителям эта часть была самой, самой макушкой. Самой важной. Да, а мы что? А может быть и готовка всем интересна. Почему же эта ацка кухни так популярна? Все любят смотреть готовку. Потом расслабься и наслаждайся. Очень интересно. Можно я у вас чуть-чуть дрожжевую? А, нет-нет, мы меняемся только. Ну, что меняемся? А, у меня молоко. Молоко нет. Наталья просто наглую захапала себе целую тарелку дрожжей, вот этих живых. Кэнди знает, что нужно делать на шоу, чтобы не выкинули. Где написано? Она всего была чашка с дрожжами. Так здесь дружить нам тогда сахар не получится. У нас вообще-то конкурс. Я должна думать в первую очередь о себе. Я хочу выиграть. Я говорю, ты меня извини, но я маленький кусочек возьму. Я его беру. Она меня хватает вот так. Покажите, пожалуйста. Нет-нет, ну ты что делаешь? Я меняюсь только. Мы ничего не увидели, ребят. Ужись, как она меня поцарапала. Ну, я с Кристиной не дралась. Мы просто немножко поспорили из-за дрожжей. Рома сказал, что если поспорили... А она такая, кошка, кошка, вцепится за свое-то. Ну, такая вся сидит. Ой, вот она мне пришлось выверсти все. А потом такая, я тебе, сука, не отдам эти дрожжи. Она хочет победить, у нее есть цель. По головам пойдет. Потому что она прошла школу жизни. А вот эти все сидят. Ой, давайте делиться. Кому делиться? Каждый сам за себя в этом мире. Запомни, ты теперь подсарап. Это уже прошлогодняя все. Ну, это просто ее натура. Просто натура. Слушай, все-таки было... Ребят, вот натрындилось три короба. Это просто у меня память плохая, честно. Во-первых, я не смотрела третий сезон. Мы просто третий сезон не смотрели. Не смотрели. Нет, мы не смотрели. Или ты вообще третий сезон была? Нет. И поэтому мой бисквит сверху подгорает. А внутри не пропекается. Сразу видно, монстр. Просто монстр. Если я ни с кем не подружусь, я переживать не буду. Я хочу заработать деньги. Я хочу получить миллион рублей. За деньги, да. В этом, конечно, никто не признается. Но можно и продукты спрятать, и венчики можно спрятать. Это соревнование. И надо как-то вкручиваться. Муж вообще говорит, что я тиран со стажем. И я буду всю команду кондитеров держать в тонусе. Ну, так и будет. Нет, со мной не забалуешь. Здесь только один мастер-кондитер. И это я. Роджи, разобрали твои? Классная подмена. Мне джем нужен. Есть джем? Нет? Я даже не знаю, что думать. Какое у вас отношение? Пишите в комментариях. Нравится вам, когда люди прям выгрызают победу? Нормально. Нормально? Ну, как для Шоу, нормально. Да, тебе нравится? Ну, вообще, в принципе, нравится. Не знаю, можно ли победить, когда ты прям пришел с четкой целью. Вот я хочу денег, я хочу денег. Не будешь ли ты слишком сконцентрирован на том, чтобы делать какие-то пакости? Все равно нужно же в первую очередь думать о своем изделии. Не, я за честную конкуренцию. Ну да, пока ты гадишь другим, ты отвлекаешься. Так она не особо гадит другим. А, ну то, что она дрожит с коммунитетом. Ну, она же вот сейчас рассказывает, можно что-то спрятать? Не тратишь ли ты свою энергию на то, чтобы делать плохо другим? Ты же должен все равно концентрироваться. Она, получается, не концентрируется на своей работе, не отдается в нее полностью. И получается продукт у нее посредственный. Потому что единственное, что у нее хорошо получается в жизни, это гадить другим. Ну, может, прям не единственное. Расхватали. И пока некоторые участники все еще разбираются дефицитом продуктов, Сережа, прям племя лист, пацанок. Уже во всем замешивают на кольцинках. Ты ее на пацанки не взяли? Она такая, ну, пойду на мастер-конечатель. Ну, 17 лет просто, да. Как раз возраст пацанок. Анечка, напомни, какая у тебя мука была? Кстати, а когда пацанки? Я не знаю, вообще, это к тебе вопросики. Ответ в нашем телеграм-канале. Бельчики. Кстати, ну подписывайтесь, реально уже. Ужбоко можно. Завтраки там свои будете выкладывать. Все, нечина, высшего сорта. Да, и что ты еще будешь делать? Я буду делать пирожки. Ты любишь замешивать тесто руками? Я не могу учиться. А чем она должна замешивать? Ногами? А как мне надо? У меня же есть миксер. Есть клюк? Нет, надо, чтобы тепло рук придалось всех. Я обожаю. Что будет? Умничка, наша оранжевая девочка, умничка. Так, мы ведем отсчет, сколько девушек потрогала вина. Уже как бы вторая пошла. Первая. Вторая. Угу. А у меня была нутовая мука. Ты когда делала из нутовой муки что-то? Сольная. Я даже не знала, что из нута бывает мука. Смотри, здесь пар идет. Ты дрожжи что, заварила, я не пойму? Ты их убила, Мила, ты их убила. Или ты не знаешь, что нужно? Мила, ты их убила. 40 градусов. Я бы тебе это не простила. Вы можете замачивать в воде, а не в молоке, теплой. И когда они уже там развились, размножились, их стало много, тогда можешь добавлять молоко, жир и что угодно. Хорошо. Успеешь переделать, у тебя время еще есть. Спасибо большое. Галине досталась гороховая мука. Вариант непростой, но, похоже, участница чувствует себя вполне уверенно. А что вы будете делать? Гороховый суп или что-то интересное? Честно. Честно? А мне честно. Я вообще-то не йоги нахерачил бы. А это видно, да? А картофельной муки не было? Розы? Да. Они хоть вкусные будут? Ну, я надеюсь. Короче, я сделала, что? Яйца, мука гороховая, сухие дрожжи и масло. В гороховой муке я добавляю 70% пшеничной муки. Я чувствую у вас опыт и уверен, что с гороховой мукой вы справитесь. Я надеюсь. Не так много изделий в жизни я пробовал на основе гороховой либо нутовой муки. И мне интересно, что приготовят наши участники. Вот прям очень интересно. Нам тоже очень интересно. Вот это точно была девушка. Я подумала, почему бы не испечь в Крулосаде. Я помню ее. Всем привет. Меня зовут Аликова Алиса. Мне 28 лет. Это которая выиграла в Мистер Иксе? Самый популярный кондитер Северной Осетии. Я обожаю печь. Круассаны – это просто нереалочка. Не так давно я влеклась выпечкой хлеба. Блин, вот они показали кадры самых неочемных круассанов. Рогалики. Как я тебе рассказывал рецепт, вот они показали, как будто это я готовил. Друзья называют меня кондитер на спорте. У меня черный пояс по выпечке и синий по карате. Я кандидат в мастера спорта России. Поэтому, если кто-то рискнет вставить мне палки в колеса, придется... Мы вообще молчим. У меня течет восточная кровь. Ты супер. И кандидатерка меня успокаивает. Но всему бывает предел. И если кто-то меня выведет, то я буду вынуждена взять. Заказывать торт у вас не будем. Да-да-да. Нервы дороже. Я понимаю, что это шоу, что нужно идти к победе любой ценой. А то уже задолбали. С моей стороны не будет никаких... Всех мы. Да. Я буду честно биться. Ты будешь миндальные курассаны делать? Да. Серьезно? С полтора часа. Серьезно? Да, я постараюсь успеть. Пожелаем Алисе удачи. Ведь всеми любимые и незатейливые с виду курассаны сдоба сложная и трудоемкая. Я буду делать шоколадную корзинку с пирожками, с яблочками. А это я сейчас делаю... Ничего себе, ты замокнулась. Да. Я не знаю, успели ли я это сделать. А пирожки будут с миндальной мукой? Да. Ну, миндальная мука, на самом деле, называется это мука, хотя по факту это орех в чистом виде измельчается. И ее нужно класть не больше пяти, максимум семи процентов от общего количества муки. Ну что, Егорка, что у тебя? Какая сухая мука? Я все детство мечтал быть поваром, это прям реальный факт. Блин, это какая-то фишка у поваров забивать все руки прям полностью. Да? Вот столько прям таких интересных персонажей приходит, у которых прям до ногтя уже забито все. В 14 лет мы со школы пошли в кулинарный ПТУ, где парни вылезали из морковки, огурца, цветочки. Это был полный кринж. Это отбило у меня полностью желание быть поваром. Вместо этого я пошел учиться в архитектурный колледж в Москве. После этого пошел работать в концертном агентстве. После концертного агентства попал в программирование, отработал там два года, влетел на кучу денег. Ну, по жизни у человечка. Решил пойти на стройку, вместо стройки попал на кухню. Вспомнил про мечту детства. Устроился в один ресторан. Ой, в каком же он в магазине-то стоит? Как ощущается. Ты понимаешь, мечта детства в каком магазине вспоминается? Правильно, в народном кондитере. Кондитере, кондитере. Давно там не были. Что там у них там происходит? Если там будет суета, я точно не растеряюсь. Я кто-то еще суетолог. Нет десерта, которого я бы не смог сделать. Я должен победить, потому что я свеж, молод, красив и талантлив. А по-моему, как приготовить макароны. И сместить Акзамова, что-то он засиделся там. У тебя овсяная мука, на самом деле, ничего сложного. Да, я знаю. А что будет на выходе? Закрытый пирог с клубникой. Но он дрожжевой? Я уже в голове понимаю, что все. Куда же нужно добавить дров? Закрытый пирог с клубникой. А их все разобрали. Если мы готовим сдобные изделия с добавлением овсяной муки, то мы можем ее соединять с пшеничной в разных пропорциях. Пшеничную нужно добавить для связок. У меня такой вопрос. То есть вам дали муку на выбор. Я предполагала, что именно вся сложность состоит в том, чтобы приготовить изделие чисто из этой муки. Но если мы делаем подмену еще на пшеничку, то вообще какой в этом смысл? То же самое изделие, просто с добавлением 5% медальной муки. Сложность в чем? Легкотня. Все, я все умею. Синабоны, круассаны, все, что хочешь. А я тоже изи все приготовлю. Ты вообще... Я вообще... Я не знаю вообще, просто это для детсадовцев задание, если честно. У нас все лучше приготовить. Вот они на мастер-классе с своими коллегами будут готовить, и приготовят не хуже. Точно не хуже. Знаете, как они сестры раскатывают? Как пластилин. Это вообще тогда бомба. Денису Калинину тоже досталась овсяная мука. И пока участник неплохо с ней справляется. И пока участник степит пшеничную. Очень вкусная булочка. Можно я буду печенькой тогда? Да. Мне кажется, ведь печенька именно и получится. Овсяная, у тебя не получится, у тебя не поднимется. Какой у тебя есть вишень? Пока мое тесто подходит, я, естественно, делаю вишневую прослойку. Беру вишню. Ты так естественно делаю вишневую прослойку. Все это у меня загущается. Я так же остужаю. И у меня начинка готова. Ой, Настенька, что у тебя? Это для оформления кулича будет. А, кулич будет? Будет. Из овсяной муки. Кулич. Эрор, эрор. Там будет шафрана, будет сукаты. Овсяная мука. Овсяная мука. Я думаю на оформление с овсяной муки. В своей жизни я готовила, наверное, пару раз из овсяной муки. Это был овсяно-блин, но это такая шляпа. Непростая задача. Мне кажется, кого-то сейчас казнить надо, прилюдно. Овсяно-блин, это какая-то шляпа. Давай. Дорогая, начинай. Начинай выдавать базу. Что овсяно-блин, это какая-то шляпа. Я люблю овсяно-блин все-таки с цельной овсяной. Зая, ты понимаешь, что меня сейчас, я вот просто вспомнил. Это твой легендарный овсяный блин, который ты ела сколько годов. Да, это очень вкусно. Но я делала либо прям цельную овсянку, либо ее переманывала не до состояния муки. Потому что это так, это будет ну просто жирный блин. Это когда вот чуть-чуть кусочечки, текстурочка. А почему ты сейчас овсяно-блин не ешь? Да, у меня сейчас вообще, знаешь, сложный период. Я пока не могу определиться, чем я хочу завтракать. Я ела два года в смузе. Чем ты будешь питаться в 2024 году? Да, потому что пока вообще вот тут все отели меня... Вывели искренне. Расхолаживают. Я уже не понимаю. Там пришел сырник, взял булочку, взял, все, ты готов. А тут, ребята, я поинтересовалась. Ну хорошо, что есть телеграм-канал, в котором ребята скидывают завтраки. Я могу посмотреть, вдохновиться. Потому что, ну что, сырники пока. Сырники, вафли, все. Все на блин, давай попробуем как-нибудь. Даже ты, кстати, ел, помнишь? Да. Я просил тебя готовить вкусно. Вкусно. Стоит и перед Аней. Ей предстоит работать с... Я бы сделала нутовые сконы. Со смородиной. Кокосовой мукой. Пам! Чкопай! С пшеничной муки. Вот, я так подумала, ну а что там сделаем с кокосовой. Город Миллерово, прикинь. С кокосовой ты пекла хоть раз в своей пекарне что-то. Ну, кокосовый только можно печеньки сделать. Да не обманывай, я же почувствую. Нет. Если мы хотим сделать сдобное изделие, то важно... Кстати, вкусные сырники на кокосовой муке. Но она очень дорогая. Проще пшеничку. Мы тоже можем усилить вкус кокоса, каким образом? Добавив внутрь в изделие либо кокосовые сливки, либо кокосовое молоко. Но здесь видно, что ты не перестарался с кокосом. Это вот сейчас Оли не хватает в кадре, которая бы такая... Порядка 30% от общего количества муки, чтобы не переборщить, потому что оно и так специфическое. Меня зовут Роман, я из города Оренбург, мне 32 года. Я футбольный тренер. Слушай, первый раз показываю. А еще эклероголик, эклерозависимый. Мне послышал, что он сказал, что я пироман. Типа пиротехнику увлекается. А он эклером. Гуру заварного теста. Еще очень круто делаю шоколадные корпусные конфеты. Ой, а вот эти вот красанчики. Красиво. Какая Франция, вот у нас делают. Сейчас занимает должность шеф-кондитера в одном из крутейших заведений города Оренбурга. Я уверен, что это только начало моего большого... Я думаю, что нам как-нибудь все-таки не то же придется. Это плохое слово здесь, да? Там нужно просто, необходимо доехать до Оренбурга и снять там пару выпусков. Потому что, ну, реально люди расскажут... Кондитерский алмаз России Оренбурга. Винни-Пух снять и вот сходить вот в эту кондитерскую, например. Далековато, конечно, Оренбург. Но в целом, как командировка, да, как говорится, пусть они платят за командировочные расходы. Поэтому в целом можно организовать. Там холодно в Оренбурге. Там даже теплее, по-моему. Да? Ну и все, там на какую-нибудь базу поедем. Пишите, куда в Оренбурге поехали. Базу на турбазу. Кондитерского пути. Я был в шестом сезоне кондитера, но не выиграл. Всем помогал, подсказывал, тратил свое время. Вот, но в этот раз я сделал ровно. Вот видишь, кто-то по-доброму тратил свое время. Я назову все-таки, кто тратил свою энергию. Да, мне как-то так привычнее. А кто-то по-злому. И все равно, результат-то какой? Победы не будет. Поэтому нужно тратить энергию на свою деятельность. Спецпартийный кондитер, ясно. Плетенка в виде сердца. Я беру тесто и буду делать из него жгутики, чтобы можно было сплести. Когда мужчина таким еще низким голосом говорит, беру тесто, буду делать из него жгутики. Ладно, тут у меня рассмотрим. Моя ржаная фли вообще. Вот это вот балбяное, вот это туда же. Белое тесто с лимоном. И точно такое же, только со шпинатом и мятой. Я их соединяю и начинаю прославивать. Мне уже плохо. Шпинат, мята, лимон. Кулебяка с блинами. Конкуренция у нас очень даже таки здоровая. Девчонки заморачивались. То есть я понимала, что это как минимум круто, то, что они делают. Тут просто супер будет. У тебя досталась гречневая мука, насколько я помню. Я гарантирую. Гречневая мука существует разных видов. Можно сделать муку из зеленой гречки, можно сделать из коричневой гречки. Уважаю мастер очевидность, честно, простите. Из зеленой гречки я бы рекомендовал приготовить именно хлеб. Из классической гречки тоже можно приготовить хлеб, но можно приготовить и всевозможные различные изделия. Какие? Общие какие-то слова. Никакой конкретики. Такой шикарный момент, не делает те остальные. Да, на самом деле, на самом деле, вот мы его вытягиваем. Смотри, видишь, 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 смотри, видишь, как тянется, смотри. Сколько еще раз, ну, скажешь слово, видишь? Короткий. Туда еще. Ну, это, в принципе, в его стиле. Попробуй, покажи мне пару движений, сделай, я скажу, у тебя есть шансы получить мастера-кондитера или нет? Окей. Вот сделай так, как я показывал. Вот этот... Шлепок сделай! Шлепок! Ты че делаешь? Я не старалась! Ты че сделала? Давай я его выкину. Мне кажется... Да нет, давай оставляю. Все, сделай новое. И сделай новое. У опытной Натальи тесто по кухне не летает. Ее сдоба пышет и радует глаз. Конечно, все дрожжи сперла. Скажи, вот оно и пышет. И ореховую начинку сделаю. Ореха у меня тут миндаль. Для ореховой начинки нам потребуется сахар, орехи, совсем немножечко муки и горячее молоко. Это самая популярная начинка для дэниши, для улиток. Участница идет четко по классике, ничего нового не изобретает, но главное сделать эту классику правильно. А вам не кажется, что у вас самая лучшая позиция? Не, вы же такое дэниш. Дайте назвать Данечка. Ну, типа, улиточка Данечка. Дэниш. Что вы наблюдаете за всеми издалека. Все, короче, замечаем англицизм, поправляем. Наблюдайте за поражением своих конкурентов. И вот у вас перед вами Мишлен тоже. Пекуха в зеленой майке. А вот у нас есть вообще одна, другой чуть тестом не убила. Ни у кого ничего не получается. А вы победитель третьего сезона. Мне придает большую уверенность. Она победитель? Рената. Это прям бальзам на сердце, естественно. Ну, значит, уже все-таки тактика была рабочая. А, так-то она бабки делает. Просто на этих шоу. Ох, ты гляди, что там? Что-то, что едят? Из пятерочки, наверное, булочки. Есть четкая профессия пекарь. О, да. Есть четкая профессия кондитер. Пекарь – это все, что связано со сдобой, с выпечкой, с дрожжей. Знаешь, вот что здесь такое? Вот как будто в учительской учителя сидят, вот это за чайком, обычно с конфетками, что-то перетирают. Ну, прикольно, что-то мне нравится. Ты понимаешь, вот какая сложность у людей? Они сидят, им нужно что-то говорить, и говорить только про выпечку и кондитерство. И больше ни о чем. Мы можем поговорить о чем захотим. У нас вообще нет стоп-факторов. Здесь же… Но мы говорим тоже только о кондитерке. Не, ну иногда у нас что-то проскальзает. А тут, что у них проскальзает, все удаляется и вырезается. Кондитер – это уже бисквиты, муссы, тортики и так далее. И я не уверен… Что он сказал? В том, что участников сегодня справятся с заданием. Они могут работать с карамелью, они делают французский макарон. Кто-то сегодня вообще замахнулся на дрожжевую слойку. Но при всем при этом печь обычную сдобу они могут не уметь. Ну, объективно Оль. А вы знаете, что дрожжевое тесто вообще изобрели еще в Древнем Египте около пяти тысяч лет назад? А как это произошло, вы знаете? Знаю, Евлев изобрел. Тогда уже варили пиво, и однажды пивные дрожжи попали на тесто. И тесто что? Начало разрыхляться, подниматься, возникали пузырьки. Тонируем рецепт. Медь. Пожалуй. Не успели. На кухне тем временем кипит работа. Участники очень стараются. Но не все идет как по маслу. У кого что горит? У меня блины горят! Ой, ой-ой-ой. Не хватило муки и дрожжей. Пришлось делать вот это. Пришлось делать печеночный рулет, я не знаю. Там вроде бы настоял. Просто вот. Тесто все прекрасно у него. Чисто с шашлыком пожарим. Шафранина. Шафрана, то есть для аромата и для вот такого классного цвета. Кладу одну начинку. Кладу блинчики. Кладу другую начинку. Кладу блинчики. Собрала я свою колебялку. Все нормально. Все красивенько. Только прям пирожочек с сахаром не получается. У меня будет чисто мужская идея. Сделаю молоко. Макароны с макаронами. Все-таки вам не кажется, что немножечко трешачок эта участница решила тут творить? Ну то есть тесто с блинами. Слушай, ну это как пицца с макаронами есть такая. Ну может быть. Ну просто блины это само по себе настолько тяжелое блюдо, почему я вообще не люблю блинный торт. Я не понимаю, зачем его есть. Это просто тонна жира. Невкусно, невоздушно. Ты просто не пробовала из вкуса, а я тебе отвечаю. Да ты тоже не пробовала. Пробовала у Димона. Да невкусно это. Вообще. Да не убедите вы меня. Просто шик. Ну нет, я готова. Снимем обзор. Хорошо, я открыта к новому. Да. Но. И ты возьмешь свои слова обратно и извинишься на камеру. Перед всей страной. Мисс Фиттер тогда только надо надеть. Я тебе куплю. Так же украшу колоссиями и так же сделаю ободок. Это будет косичка. Я сейчас смазываю круассан. Ничего себе. Мастер круассан. Знаете, я так долго хотела снять рил с гигантским круассаном, что мне кажется уже сняли все. Это потеряло смысл. Это так тупо. И еще особенно... Ну нужно что-то новое. Какой-то новый тренд. Гигантская ватрушка, например. Огромная, большая ватрушка. Зачем нам пропагандировать, так сказать, французскую кухню? Берем ватрушечку нашу. Или чпачмак огромный, гигантский. В Казань приезжаем. Ну, кстати, у них такая еда. Макаем его в сметану, в огромную бочку со сметаной. И начинаем есть. Сейчас смазываю смазкой специально. Здесь у меня яйцо и молоко. Смазываю смазкой специально. Специально смазкой. Это что, крокодай? Потому что изначально я 3D-кондитер. Я скульптор. Я подумала, что... Блин, у меня муж скорпионом. Почему бы не сделать хлеб? А у меня муж знаете кто? Телец. Завидуйте, сочи. А телецы что? В постели молодцы. Это будет хвостик. Ускорпионом хвостик. У него потрясло. Похож на косичку. Розы у меня отменные. Корзинка не получилась. Ну, ничего. Чик с ней, с этой корзинкой. Ну, ничего, страшного. Тяу-тяу. Музыка. Мои любимые гнесинки. Начинаю формовать скрипичный ключ. Я сейчас делаю шапку для своего закрытого пирога, которую я уже посмотрю. Шапку для себя новую. А то у меня пи*** какая-то. До конца первого испытания остается 15 минут. Ой, это реально весело. Я не знаю. У нее даже П, подсанки на футболке. На самом деле, это, кстати, по-моему, мерз порнофильмов. Да. Девочки, очень интересно, что готовят наши участники. Иди мне, белые крылья. Ты же любишь больше всего эту штуку. Я дышу. Дышишь чем? Настраиваюсь. Нет, 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 не будет шутки. Нет. 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 Это очень плохо. Дегустация будет слепой. Жду скорпиона. Каждое изделие и выберет лучше и... Кроссан суперский получился. Очень секс. Я рад вас видеть на первой и самой ответственной дегустации. Все, учителя, значит, ученики на стульчиках сидят. А знаешь, почему передвижная студия? Потому что, видишь, вот эти столы, они совместили. Вот почему передвижная. Кондитер. Поехали. Вау. Это очень круто выглядит, ребята. Режем. Это выглядит круто только из-за того, что вот так вот соусом полили. И что? Ну, факт-то не отменяет того, что выглядели. Да ты это же... Дешевые приемчики. Знаете... Суть не смотришь. Вот до YouTube я очень любила синабоны. До того, как начала пробовать очень много сладкого. И рецепторы у меня, конечно, были вкусовые, по-другому развиты. Я помню, меня аж прям трясло от синабонов. А я помню, когда я была беременная, мы ночью купили синабон и повезли его домой. До дома было ехать, ну, минут, наверное, 15, да, тогда. Да, я не могла дождаться, и я просто руками начала жрать синабон. Вот если я сейчас куплю синабон, я сдохну. Я реально сейчас не могу такое количество сладкого переварить. Ну, вот тогда почему-то казалось классно. Ну, тогда еще, знаешь, сладкие морковки ничего не пробовали, как бы, да. Жили там после общаги, там, ты попробовал в первую жизнь синабон. Такой, господи, такое существует. Нет, я думаю, что я сейчас тоже, конечно же, там, съем. Ну, я, во-первых, что я, во-первых, во-первых... Ну, ты успокойнее будешь реагировать. Да, во-первых, я люблю медовик и миндальные круассаны. Ну, поспокойнее, конечно, буду реагировать. То есть, у меня сейчас, на самом деле, вот эта выпечка не вызывает бурного аппетита. То есть, я говорю, конечно, это выглядит красиво, интересно. Но не то, чтобы я прямо сейчас подорвалась, это есть, потому что будет очень резкий скачок сахара. У вас бывает такое? Что-то сильно сладко съели и прямо аж потрясывать начинают. У меня на шоколад такое сейчас. Да? У меня так было, когда еще тоже в далекие времена... Ну, вот я же говорю, вот истории-то можно хоть порассказывать? Нас никто не вырежет. Честно. Даша с Никитой сидят такие, говно неинтересное вырезаем. И мы любили иногда по субботу или воскресенье съездить в Friends Forever. Кстати, когда-нибудь мы до них дойдем, сделаем на них обзор. Да, у нас в этом году в планах. В планах. И это, опять же, было очень много лет назад, лет 8 назад. Я тоже ничего особо не пробовала. Вообще себя как-то еще так, знаете, искала себя в сладком. Но я знала, что это очень популярное место, и по тем временам оно оказалось дико дорогим. И вот мы иногда себе позволяли там в субботу съездить, еще в 8 утра пробок не было. И я брала себе кусок торта. Либо я брала там блинчики какие-то с соусом таким крем-чизовым, ягодным. В общем, не суть. Вот если я брала кусок торта, я съедала, наверное, треть, мне становилось безумно плохо. Я забирала его домой, еще потом 2 дня доедала. То есть там настолько было сладко. И еще когда ты голодный, и прям сразу такую дозу в себя впихиваешь, очень плохо. Так это я к чему? Времена меняются, жизнь меняется. Люблю вас. Все, вот такой вот сегодня итог. В России басни такова. Ну секси. Просто пипец. Вот так. Я сейчас смотрю, походу, они все были уже на кондитере. А я облопошилась. Ой, извините, за Олю среагировала. Я тоже так умею. И таким образом образовалась вот эта вот клейковина, то есть самого теста. Сырое дрожжевое тесто, это просто бля. Это единственная кислинка в аромате. А мне нужно. Дрожжи, наверное. Я просто сразу осознаю, как комок вот этого теста сырого падает в желудок, и там дрожжи доходят. У меня такая фантазия. Так отлично, сытность наступает. Да, просто вот так. Тонну дрожжей положили? Ненавижу запах дрожжей, честно скажу. Я не знаю, что это изделие, друзья, но этот человек, наверное, просто любит дрожжи, любит пиво. Данное изделие является браком. И на этом точка, оно сырое. Но я-то сделала две. Брак и точка. Ну, ну, а здесь уже пропустил все. Вот это, кстати, аппетитнее. Да. Спасибо, Олечка. Красивее. 50 на 50 на самом деле. Одно изделие точно брак, второе не брак. Поехали, следующее изделие. А как правильно каравай нужно есть? Каравай, 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 хочешь, ты же, сырай. Вот была серия как раз, в канале десерта, были одни каравайи. Стоп! Что это? Стоп! Что там? Змеи. Там крем. Там пещера. Там крем. Там крем. Там крем, друзья. Это рот. Там, реально, видите, даже зубы вот здесь. А я сначала подумал, что это не допеклось. Я только подумал, что это не допеклось. Это говорит о том, что все пропеклось. Ой, это Катюха, четыре свадьбы. Он, кажется, не снаружи, но уже в минуты. Почему? Ну, которая к нам приезжала. А почему это, да? Ну, пройдем это. Просто так. Это не дрожжевое изделие, это пластилиновое изделие. И мне очень интересно, как эти участники собираются претендовать на звание мастера-кондитера. При том, что буквально 10 минут назад они сидели в беседке и обсуждали, что на самом деле, конечно же, не каждый кондитер, далеко не каждый кондитер умеет печь с добу. Потому что все-таки основное направление это у нас бисквитики. Ты не должен уметь печь с добу. Ну, а теперь мы предъявляем, что уж ты не умеешь печь, ну, давай тогда дуй домой. Я не понимаю этого. Я... Ты знаешь, я тоже задумался после твоих слов. Что? Что, надо пойти с дома научиться печь? Вдруг соберешься? Кстати, прикольная идея марципан добавить. В этом году я ела штолен, в котором внутри был запечен марципан. Просто Митюшка не оценил, потому что он не любит марципан. Он любит только по мати марципан, но хренушки ты его найдешь. Калининград! В Калининград хоть за шоколадом возвращайся. Если я вам реально говорю, шоколад по мати, это лучшее, что случалось со мной в мире молочных шоколадов. Хотя я не огромный фанат. Это мягко говоря. Но после него прям даже захотелось. Ну, мы, короче, привезли, казалось, что много, а съели за неделю все запасы. Вот такая история. Больше кокосовую муку я в руки брать не буду. Ну, не надо так уж отчаиваться. Следующее есть изделие. Булочка столовская там сверху прям лежит. Такое ощущение, что это королевка. Здесь есть что-то очень прикольное и оригинальное, кстати. Если это действительно нут, либо горох, то участнику надо целовать руки, потому что с этим сложным продуктом так справиться нужно иметь талант. Вот у меня тогда такой вопрос здесь возникает. Если данная участница, к сожалению, пока я не успела запомнить имя, она так хороша в выпечке с добы, это очевидно. Она может все, кулебяку, пирожки. Что она будет делать с тортами? Способна ли она сделать красивый, эстетичный 3D-торт? У меня вопрос. Она доказала свои архитектурные способности на выпечке. Ты что, не видела, какие там произвели искусства? Ты это не заметила? Я не вижу взаимосвязи торта и пирожка. У меня не прослеживается это. Зай, потому что ты примитивная. Ты не видишь вот этих сложных связей. Пожалуйста, как-то включись. Я тебе ручками добилась. Следующая косичка, поехали. Блин, выглядит ладо. Оля, осторожно, режь сердце. Оля, осторожно, режь сердце. А в чем смысл был? Почему там как будто проткнули копьем? Сердце бакнули, трел. Это, конечно, не то, что... И мне еще нравится, как они продолжают делать вид, что они не знают, кто что готовил. Хотя до этого они спрашивали, что ты будешь готовить. Он говорил, я буду делать косичку в форме сердца. А, это сердце у нас теперь так было дело. Кому-то надо обратиться к кардиологу. Я вижу очень мелкую пористость. И мне тоже напрашивается, что здесь не только пшеничный мусор. Учусь у лучших. Шуки как варбар. Че ты? Блин, ты знаешь, я не могу так вздыхать. Ну-ка, давай. Давай. Мне нужно повод. А как это надо? Блин, я прям не могу вздохнуть. Так, на животом надо. Ну и животик подтянул, и все. Я прям тихо это делаю. Я не могу так. Можно? А-а-а. А, я буду вот так делать. Я на выдохе. А-а-а. А-а-а. Как тебе скоро надо взывать? Но визуально это очень красиво. Очень красиво. Реально. Очень. Очень красиво. Давайте вот это разрежем. Мне жалко резать. А-а-а. Кто-то любит в танки играть. Это Тор. Это Тесла. Это поможет на серп и молот. Очень красивый декор. Вообще там должен быть только молот и все. Это чисто мущество. А, это молот. Пирог. Блин, да я Тигру с танками сделал. Мэм-скейк. Мэм-скейк. Кулебяк с блинами. Давай. Тортик. Здесь все нежно. И когда вот Ренат берет вот этот вот кусок, и он прямо... Вот столько у него эмоций было. О-о-о-о. Что? А-а-а. Это так выглядит? Сердечко мое такое. Ёк-йок-йок-йок-йок-йок. Прямо аж занервничало такое. Та самая кулебяка, которую участница нам грозилась приготовить. И очень хочется ее попробовать. А я хочу, чтобы видно было, что внутри произошло. С одной стороны блин горелый, с этой стороны он белый. Ну и вот и начал все это ворошить. Зажаренным и сырым. Яблоки вкусные, но задание было приготовить не яблоки. Задание было приготовить с дубу. Получилось, что получилось. Но это был первый раз же. Такая кулебяка получилась. Вроде даже зашла. О! Кракозябра. Это же со шпинатом. Красиво, здесь два теста. Это так вкусно. Два вида теста, да, здесь? Два вида. Участники, сидите спокойно. Не выдавайте себя. Это же со шпинатом. Красиво, здесь два теста. Это так вкусно. Два вида теста, да, здесь? Мята. Бомба. Шпинат, ржаная мука. Это настолько вкусно, друзья. Первый раз такую пробую. Бомба, прям вкусно. О, я тапки свои нашла. Я их искала. Я так счастлива. Прикольно. Неделю искала. Мне нравится, что ты вот таким вещам можешь удивляться. Соботием твоей жизни. А я сейчас сижу, думаю, тапки, не тапки. О, прикольно, прям, прям, хорошо. Люблю находить вещи. Сегодня удачный день, прям, да, у тебя? Мой день, да. Такое оценку от... Очки. А как я сегодня очки ходила, искала? А ты их нашел на кровати. Представляешь, вообще? Шок. Такая рассеянная, с улицы бассейн. Крав. Одно из самых лучших изделий на этом столе. Вот, неожиданно, кстати. Круто. Которая я шла. Я и есть захотел. Вот, на, поешь! На, поешь! По мне получилось очень сухо. Плотновато и по декору, и по вкусу. Выглядит вообще. Слабовато изделие, но объективно. Я могу отыграться на тортах в любом случае. Как бы проявить себя. Давайте перейдем к пирожкам. Вот так изделие, что в песочнике. Мило! Я не понимаю. Мне все перебивает ягодная начинка. Я не понимаю. Но тесто как будто песочное. Так, Энди, ты чего? Я только хотел сказать. Задача была приготовить сдобу. Кто-то приготовил что-то похожее на песочное тесто. Что такое слабое тесто? Сильное, слабое тесто. Что оно сражаться, что-либо будет это тесто. Оно базовое. У меня нормальное базовое тесто для пирожков с ягодой. Я вам так скажу. Я понимаю, что это монтаж, но пока что Анютка, Жан-Анютка, ее не показали, где бы она хоть что-то сказала спокойным тоном. Вот пока все, что показывают, она постоянно орет, 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 орет. Давайте мой круассанчик. О, вот это да! И она еще маленькими украсила сверху. Это шикарно. Это просто... Оль, я тебя сниму, Оль. Оля. Ммм, какой вкус. Оля, ты просто секси. Боже мой. Боже мой, я хочу. Начинка плохо распределена. Мы видим ее только на дне. Нет, это не хочу. Если изделие слоеное, начинка должна была быть в виде спирали. И, к сожалению, участник забыл добавить соль. От слова совсем. Я считаю, что выбрать круассаны в конкурсе с добы, это очень смело. Поэтому я рассчитываю на победу. Итак, Ольга. О, это что, из шоколада? Да-да-да, Ольга. У нас же серия посвящена шоколаду. Ну что? Там начиночка. Выглядит крайне сухо. Как будто это батон с начинкой. К сожалению, участник вообще не знает, что такое дрожжевое тесто. И тем более не знает, что такое соль. Все плохо. Самое пресное изделие из всех тех, что нам удалось продегустировать. Мне было немножко обидно, что не оценили общего вида произведения искусства. Оценили только отсутствие соли и забитость теста. И вот тут, конечно, было немножечко неприятно. Очень сложное изделие. Кулич. Кулич. О, в данный момент мы видим по начинке. Начинка неплохая. Достаточно ароматная. Мне кажется, сюда зачем-то дали тону шафрана. Не пойму, для чего. Настолько в послевкусии горечь. Первое, что хочется сделать, это выплюнуть. Я недовольна своей работой, недовольна своим куличом. Потому что в планах было вау, а не... Ну, вот это вот. Стоп, секундочку. Здесь у нас что? Галета. Ну, это секси реально. Вот это вот. Круассан отдыхает. Просто слава Марлоу расстаралась. Сделал себе новую шафту. Ну, как можно такое было сделать? Ну, я просто... Я работал в мишленовском ресторане. Ну, тут возможно такое изделие показать? Ну, мне кажется, ну, реально он уж сын лучше приготовит. Ростислав. Ростислав позвучал, как Ростислав. Скажите, спокойно в зал, чтобы оно летало как влетающая тарелка. Смотри, смотри, он сейчас это сделает. Ой. Ну, ладно, будешь сделал. А как я в руки взял, какое оно лёгкое. Ореховая начинка бомбовская. Очень-очень вкусно. Я очень рада, что так оценили мою выпечку. Честно, очень рада. Но айсинг сладковат для меня всё равно. После вкуса очень сладко. В тесте маловато сахара. И мне кажется, как раз-таки глазурью пытались выровнять баланс по сахару. Ну, если честно, я даже не ожидала таких результатов в первом же конкурсе. Красивые, вкусные, иногда пропечённые изделия. АПЛОДИСМЕНТЫ По результатам первой дегустации в этом сезоне у нас есть уже один победитель. Это автор... Последнего? Легендарного... Кроссана. Скорпиона. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кто автор? Вы? Браво! Кристина! Браво! Просто браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Кристина Борякова. Мне 41 год. И я неудержимый шоу-кондитер. У меня три высших образования. Но дело всей своей жизни в виде кондитерского искусства я нашла случайно. Для меня нет ничего невозможного, но для меня особенная страсть это скульптурные шоу-торты. Это и... Вау! С выезжающей фигуркой. Это и гравитация, левитация. Это и торт полностью в человеческий рост. Из какого она города? Это и крутящиеся конструкции со встроенными... Куда нам брать билеты? ...экранами, подсветками. И это все про меня. В 2023 году я стала серебряным призером на чемпионате мира по декорированию детских тортов. Среди моих заказчиков Валерия, Тимати, Юля Волкова, да и полрублевки. Поскольку вы лучшие... Так, полрублевки, надо записать ее. Полрублевки — это Москва, насколько я знаю. Да. Мы вот в Лобни живем, но кажется, рублевка — это Москва. Как ее зовут? Вот так. Подождите, ребят, давайте. Отмотаем. Cake Artist World. Неудержимый шоу коньера. Кристина Бурякова Одинцова. Кристюшка! Готовься! Кристюшка, взяли тебя на мушку. Мне правда потрясающие торты. Валерия заказывала. А меня, кстати, часто сравнивают с Валерией. Потому что ты, Иосиф Пригожий. Так и живем. Валерия, Тимати, Юля Волкова, да и полрублевки. Пожалуйста, найди сейчас срочно аккаунт. Вы лучший участник по результатам этого конкурса. Я хочу, чтобы в следующем конкурсе… Да ты одеваешься! Хорошие новости, к сожалению, закончились. Худшее изделие, которое находится за этим столом… Это Слава Марлу. Да ладно. Ну, пацанки. Это мой. Тебе повезло, это не худшее изделие. Вот я тоже подумала. Молодец! На самом деле, друзья, худшее изделие, однозначно с этим согласен, это вот эта лепешка. Ну, конечно. Это просто ужас. Я вообще не понимаю, как на тему сдобы… Я вообще не понимаю, как он сюда попал. Это опять же мы возвращаемся к вопросу отбора. Очень странный персонаж. Можно было приготовить такую пародию на сдобу. Кто автор? Я. Егор. Слава Богу, что вы его не пробовали. Спасибо. У меня сгорела основа, я даже не допекал специально, мне было все равно уже. Ольга. Давай. Егор, в моих руках три черных конверта. Твоя задача – вытянуть один конверт, и мы узнаем, чего ты лишаешься в следующем испытании. Рук. Чтобы не пошутил, пришлось мне. Шапки. Инструменты для лепки, выравнивания. Значит, в следующем этапе, где нужно лепить и выравнивать, ты останешься без инструмента. Я недоволен результатом. Ну, как тебе такой поворотик, а? Ну, шок вообще. Ну, прикольно, мне понравилось. Его выкинула. Даже не пробовала. Он намного слабее нас. Он себя преподносит, что он вот такой вот классный. А на самом деле, я смотрю, у него работы хуже, чем у домашних пекарей. Нам не нужны мишлены. Нам нужны звания мастер-кондитер. Хочу всех поблагодарить. На самом деле, глобально справились с заданием, но мы рассчитывали на лучший результат. Все-таки, надеюсь, это было волнение, притирочка, все к друг другу привыкали. Надеюсь, дальше ваши работы удивят не только нас, но и всю страну. Эти аплодисменты вам. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы молодцы. Второй этап. Круто. Будем делать задания, а там посмотрим. Что будет дальше? Я не знаю, что будет дальше. Я готова ко всему. Я готов грызть всем глотки и сражаться не только за мастера, но и за миллион. Я готова к дальнейшим сражениям, и я обязательно буду побеждать. АПЛОДИСМЕНТЫ Настало время второго испытания. Битва за звание мастер-кондитер продолжается. Одним днем, наверное, снимали. Уже повечерела. Какие-то он забавные. Стало интересно, что он сейчас вычидит в нем. Я спрят думала, что он в костюме вампира, если честно. Вам нужно сотворить настоящее волшебство. И готовить торт с одной известной начинкой. Берем две ложки муки. Не перепутать. Полторы ложки сахара. Щепотка соли. Красную смородину не надо. Ее пусть съест Ольга. Обожаю красную смородину. Приятного аппетита куколка. Небольшое количество сливочного масла, а точнее 170 грамм. Прямо туда? Кто потом этот ящик вычищать будет? Нет. Яйцо куриное категории С1. Итак, яйцо. Раз. Яйцо. Два. И теперь главная магия. Сразу поняла, что это будет красный бархат. У меня с ним все вот так. Красный бархат. Мой любимый товар. Складывались отношения. Он вечно либо какой-то сырой. Есть версии. Наталья? Красный бархат. Не слышно вас? Красный бархат. А как вы поете красиво? Можете спеть? Красный бархат. Бархат. Класс. Браво. Произошла магия. Вау. Вам нужно будет приготовить красный бархат. Я немного в шоке. Красный бархат довольно сложный торт. Никаких сложностей в приготовлении данного бисквита у меня не будет. Да, легкотня? Кто не делал красный бархат? Но это должен быть не просто торт, а свадебный торт. Более того, мне передали пожелание молодоженов. Это изделие должно быть перевернутым. Идея, конечно, дикая. Не знаю, я никогда не делала перевернутые торты. Я уже делала такие торты. Моим заказчикам они понравились. Перевернутые торты с вау-эффектом появились около 10 лет назад на Западе, но быстро стали популярны и у наших кондитеров. Чтобы создать перевернутый шедевр, нужно учитывать сразу несколько моментов. Во-первых, четко продумать последовательность сборки. А во-вторых, создать надежный каркас. Если в самой конструкции будет изъян, то торт может просто не дожить до дегустации. Напоминаю, мы будем оценивать не только вкус, но и внешний вид изделия, и соответствие техническому заданию. Ну что, коллеги, вы готовы? Да! Время пошло! И сколько дают времени? Просто они начали съемки уже вечером. Яйцо. С утра закончат? Сахар. Соль, соды, разрыхлитель. Когда она успела это набрать? Карман, я не знаю, сумку там, она все берет. Судя по прошлому опыту, мы с Аней договорились, она отберет свои ингредиенты, я отберу все жидкие ингредиенты. Делимся друг с другом и начинаем печь бисквиты. Ну, у кого соль, а? Ни у кого соли нет. Соли, девочки, ни у кого нету. Наталья захапывала всю соль. Соль есть? Нет, я же сказала, нет. А это не соль? И еще мало того, что она взяла, она еще спрятала в шкафчик. То есть даже ее никак не обнаружить было. Правильно поступала. Ну, типа, она набрала продуктов, убрала к себе. И когда мне что-то было нужно, я у нее спрашивала, она мне всегда давала. Все? Все, спасибо. Поделитесь солью. Не... Че, нет? Нету соли? Есть, есть. Ну, поделитесь. У меня горит Греции, все есть. Нет, она дала соль. А вот Алисе, она снова там не дала. Можешь мне разрыхлитель дать? Этому дала, этому дала. А этому не дала. Я тебя просила, когда я пекла кроссаны, дрожжи, нормально? Ты сказала, нет? Ты всю чашу взяла, иди с мы на всех. Дай мне разрыхлитель, я тебя попорочу. Ох, этот серпентариум-то, а? Слушай, борцуха сейчас пошла. Дай мне разрыхлитель. Я взял, смотри, пожалуйста. Мне плевать. Дай мне разрыхлитель. Девочка, оттого... Дай разрыхлитель. Дай разрыхлитель, это мёртв... Давай! Ты на какую стоишь? Ты на какую? Я все-таки за массу. Варен такая, девочка, девочка. Успокойся. Вот это да. Анна Шпина такая. Вы себя очень красиво повели на прошлом. Вы мне вот это поставили? Нет, нет, ну ты что делаешь? Я меняюсь только. У меня здесь две царапины, а царапина осталась. Ужас, как она меня поцарапала. Я не могу продолжить делать бисквит. Работа стоит. Я начинаю плакать от обиду, что я просто не могу взять ткалку и дать ей по голове хорошенечко. А что, правила уже пришли? Я не отдала спокойно. Я просто не люблю, когда у меня из рук что-то выпадывает. Вы зачем все забрали? Вы возьмите и положите обратно. Мы с девочками объединяемся и решаем, что у нас будет заговор, что в следующий раз мы все соберем, все самое необходимое, и скажем Наталье, Наталечка, ты этим тоном просишь. Говори, пожалуйста, мы тебе ничего не дадим, Наталья. Пока на кухне бушуют страсти. Часть тёмную сейчас устроит. Надеяло, надеяло, надеяло. Надеяло, надеяло. И зубная паста на марш. Пока яйца сбиваются, просеиваю муку, туда все сухие ингредиенты. У Галины все ингредиенты. Жужево получается. Оль, я знаю, что ты в совершенстве владеешь рецептом красного бархата. Поделись с нашими зрителями, что входит в состав этого уникального... Так, рецепт на сканирующийся. А, ну по классике туда входят яйца, сахар, мука, какао-порошок. Что удивительно, сода, разрыхлитель, соль. Ваша любимая пахта. Ну, в основном кондитеры используют жирный кефир. Жирный кефир. Отборный, отборный кефир. Но при этом сливочное масло в бисквит добавляют. Сливочное масло и растительное масло. У каждого же сворится. Сливочное и растительное. Кто-то сливочное. Да, да. Если делать чисто сливочное масло, то он немного будет плотноватый. Если добавят растительное, он будет как немного шифоновый и будет очень мягкий, не требует пропитки. Также туда добавляется небольшое количество какао. В этом есть особенность. Несмотря на то, что бисквит красный, кажется, как будто там только красный цвет. Нет. Добавляется какао в небольшом количестве, тогда цвет становится более плотный. Но с красным красителем у ребят возникают серьезные проблемы. Я не нахожу красителя, хотя я бегала и искала. А в первом-то этапе они были. Вот такая коробка. Просто капец. Ну как делать красный бархат без красителя? Это уже не красный бархат. А сзади меня Галина стоит. И у нее целый тюбик красного красителя. Я такая, ага. Я взяла на лебедей, чтобы красить им носики. Откуда у вас? Она говорит, я знаю секретные места. Меня зовут Мила Новак. Мне 17 лет. Я кондитер на своем приколе. Просто посмотрите на меня. Я считаю себя очень творческим человеком. Поэтому в прошлом году я поступила в Гнесинку на специальность эстрадное пение. В кондитерке меня привлекает больше декор, чем внутренность. Для меня это как искусство. Ну и, конечно, мой любимый стиль – это какой-то трэш. Торт в виде мозгов, конечно же. Для меня будет победа, если я не вылечу после первого выпуска. Так что… Я нашла все-таки краситель у Галины, а потом у Дениса, а потом еще у многих людей. В общем, он проделал огромный путь по этой студии. Но я его вырвала. Я свой красный краситель раздала всем. А вот и не всем, уважаемая Галина. Краситель достался только Миле, Роме и Олесе. Остальные кондитеры без краски. На кухне паника. Слушайте, а может быть здесь свекла не просто так стоит? Может, сок свеклы и надо добавить? С Кристиной мы скооперировались, попробовали отжать сок из этой свеклы. Да, он красный, но не настолько красный, как если бы это был краситель. Всем привет, меня зовут Коклина Ольга, мне 32 года и я из города Курск. Здесь меня все знают, как самую яростную акулу сладкого бизнеса. Я реально трудяга, потому что я не родилась золотой ложкой во рту. Пришлось мне и работать, начать с 16 лет. Это как раз таки сформировало мой характер и теперь, если мне что-то нужно, я иду до конца. За 5 лет я прошла огромный путь от кондитера-самоучки до кондитера, который умеет практически все. Еще будучи ребенком, я поняла, что я хочу, чтобы меня показывали по телеку. Я эпатажная, яркая и вообще я просто рождена для шоу. У меня, кстати, есть карта желаний, в которой все сбывается. Захотела машину – муж купил. Про шоу-кондитер здесь тоже есть, и именно поэтому победителем буду я. Я абсолютно не привыкла в свой адрес… Вообще, девчонки, вот учитесь, на самом деле. Вот что, о чем-то мечтаетесь, просто записали, и муж купил. Все. Там у нее карта желаний «У меня красивая фигура, я успешная». Это тоже муж купит. Ну, либо муж заведет любовь с красивой фигурой и успешной. Нет. Акзамов – единственный мужчина, кто отказал мне дважды. Первый раз я пришла в четвертый сезон кондитера, и он сказал мне нет, он даже меня не пропустил. Во второй раз, в пятом сезоне, он не оценил мой торт. Но теперь я буду бороться за звание мастера кондитера. И уж поверьте, в этот раз я добьюсь своей цели. «Кто рискнет мне перейти дорогу, будет лить очень…» Немножечко какая-то наигранность в этом всем присутствует. Бывает человек действительно уверенный в себе, и ему не нужно всем доказывать, что я самый классный, самый акулистый, самый зубастый. А тут она такая «Я самая! Я всем докажу!» Акзамов мне не отказал. Как будто бы она действительно большую работу проделала над собой. И не знаю, может если у него какой-то тренер есть личностного роста. Трейнер. Трейнер. Тут перейдет мне дорогу. Тут получит саблей в ногу. «Я точно не буду…» «Это не про меня. Но к скандалам я готова. Этого я не боюсь. Пожалуйста, если у кого-то какие-то проблемы…» Это так аппаратисту на пол кинула, да? «Поможе, вы рады не будете. Там будет не скандал, там просто будет буря, понимаете? Поэтому лучше не надо. Пожалуйста, давайте дружим. Ты же сама этого хочешь!» «Я все равно с ней всех, понимаете?» «Конечно надо!» «Я знаю, что я стану победителем. Я иду за победой». «У меня уже нет двух крупных свеклы. И возможно, мне даже еще придется добавить, потому что я хочу получить очень яркий оттенок красного бархата». «В кожуре находится в четыре раза больше краски, чем в основном корнеплоде. Мы складываем в кастрюльку, заливаем водичкой, кипятим минут десять. Кожуру, ну кожура чистая, естественно, без грязи. Прокипятили минут десять и сверху потом ложечку столовую уксуса. Уксуса. Добавляем, закрепляем сверху. Дальше мы процеживаем. Это на самом деле крутейшая штука. «Концентрированная краска». «Предком современного десерта считается торт «Бархатный», который еще в середине девятнадцатого века получил свое название...» «Не хотел бы я попробовать именно вот этот экземпляр». «Торт получил гораздо позже, благодаря пищевым красителям». «Свеклажа дает совсем другой оттенок». «Он был и розовым, он был и голубым. Красным только его сделали после какого-то фильма». «Было не просто змеюшки». «Видишь, я ей ты не достала сокращителя». «Тесто отправляется в духовку». «Давай, с Богом!» «Пока выпекаются бисквиты, я сделала крем-чиз с ванилью. Крем я делаю классическим способом. Это у нас сливочное масло, сахарная пудра, крем-чиз и идет там белый шоколад». «Мне надо было растопить шоколад, и я это сделала на водяной бане». «Начинку буду делать малиновое кули». «Конфи, кюли, курды, я все это называю варенька». «Мы трогаем, смотрите, какой у меня инструмент, потому что он очень горячо, я вот так туда веду. Нужно потыкать посерединочке, и шпажка должна быть абсолютно сухая, и она абсолютно сухая. Значит, он что у меня? Готов!» «Я смазываю бисквит кремом и начинаю его сворачивать рулетиком, потому что я знаю, что такую подачу точно никто не сделает». «Итак, первый бисквит готов. Он вообще выглядит, конечно, не так, как я планировала, непонятно, не резиновый ли он будет, но времени особо нет». «А хорошо ли кондитеры продумали дизайн торта? Ведь жюри будет оценивать не только вкус, но и внешний вид». «Идея торта у меня такая, что…» «Я просто за них немножечко волнуюсь. Я смотрю, что световой день подошел к концу. Они с утра тарабанили сдобы. Очевидно, им даже особо не дали передохнуть, вряд ли кто-то положил поспать. И они вот уже прям темная ночь только приготовили бисквиты. Во сколько они закончат испытание?» «Тёмная ночь. Твой колоколец везде». «Много крема, было много розочек всяких там в ведушке». «Из трёх ярусов первых». «Да хватит! Я их намазала тинтом! Почему ты мне не начинаешь краситься?» «Очень, что тебя просто избили». «Это эффект поцелованных губ». «Поцелованных губ с герпесом?» «Как он должен быть перевернутый. Естественно, это будет самый маленький. А сверху, как вишенка на торте, наши прекрасные молодожены. Первая брачная ночь». «Трикуба с прорезью в середине, в которых вставляются кристаллы из изомата». «Образ всплывает». «Трикуба. Мы чем выравнивать будем?» «Трикуба». «История любви». «Лебеди, они очень хорошо символизируют эту любовь, когда их шеи переплетаются». «Да, я бы хотела торт с лебедями». «Я, короче, посмотрел, у него в Инсте последний заказ, который она опубликовала для Егора Крида, для клипа. «Пусси бой». «Это было в 2021 году, больше никаких заказов не опубликовано». «Может, она просто, скорее всего, в Инсте ничего не ведёт?» «Может, у неё другой аккаунт?» «Может быть. Но я нашёл, нашёл». «Свадьба зомбаков». «Он должен быть белый, он должен быть с цветами». «Я за классику, я люблю, когда именно вот так». «Самое интересное, что задание у наших участников сделать перевёрнутый торт». «А, да, это не просто бархат». «И вот это не просто бархат и не просто свадебный торт, а перевёрнутый. «Перевёрнутый». «Как они будут справляться с этой задачей?» «Я думаю, они всё-таки перевернут торт. Потому что они…» «Гениальные вообще от людей». «Просто, слушай, просто я считаю достойным Оскара диалоги, честно». «Да». «Ты представляешь, продумай, я думаю, они перевернут…» «Не, ну я понимаю, что они тоже смеются…» «Они реально смеются от своего сумасшествия. И мы вместе с ним…» «Может быть, что нам нужно сейчас говорить?» «Перевёрнутый торт». «Они его перевернут?» «А они точно его перевернут?» «Да, думаю, скорее всего…» «А как они сделают красный бархат?» «Может быть, добавят краситель красный?» «Да, наверняка». «А будут ли они использовать настоящий бархат?» «Нет, скорее всего, всё-таки нет». «Я думаю, будет именно красный бархат. Потому что бархат – это другое немножко». «Так, друзья, пока сканировала рецепт, вспомнила, что нужно попить какао. И что я вам хочу рассказать. У меня есть финики в шоколаде. Но это не просто финики. Во-первых, они от кружки нагрелись и неважно. Короче, перед Новым годом заказала я наборчик. «Так». «Из двух BH-тик шампусика. Безалкогольная шампанская. И привезли его в подарочной коробке. Стоило 1200, по-моему, рублей. И так я на Новый год вообще всё это забыла вскрыть. И вот недавно вскрыла, я думаю, лимонадика попью. А там внутри ещё набор фиников в шоколаде. Набор конфет ракушек с ракушек. И ещё Моцарт-шоколад. За 1202 бутылки шампанского и ещё конфет. И старых конфет. Да, старых конфет. Вот я сейчас хочу попробовать, насколько они старые. Они все белые. А я сейчас буду пробовать что? Чеснок из обзора. Слушай, это сколько было вообще времени назад? У нас просто есть склад. Как это называется? Миссервант. Шкаф. Да, назовём его шкаф. И там вот запасы сладкого. Огромные. И мы это постоянно подъедаем оттуда. Мы же не можем всё за раз съесть. Ну, конечно. Не боятся звания мастер-кондитер. Это вообще антигромендационный торт. Для меня это просто какой-то космос. Это очень красиво. Я ложу бисквит на подложку. Обязательно пропитываю его сиропом. Потом я прокладываю крем-чиз. Вкусно. Конечно, шоколадная глазурь. Ложу конфитюр. Ложу. Угу. Затем я накрываю следующим бисквитом, пропитываю и так сделаю поочерёдно, пока не соберу мне необходимый диаметр высоты. Спасибо, что рассказали, как делать торт, а то бы я не знала. Сбор за торт – это занятие не для слабонервных. Здесь нужны и опыт, и строгое соблюдение технологий. Я понимаю, что времени на стабилизацию в холодильнике у меня нет. Ну, и я просто беру вот так вот… По ощущениям, она ещё реально сходила в подсанку, снялась параллельно. Её там избили, и дальше она приехала к Красной Барке готовить. У него кольцо кондитерское. И он вот как в этих видео антистресс их вот так вот берёт и расползается. Это не видео антистресс. Я, короче, он же типа не стабилизировался, поэтому я сняла с него вот эту вот подставку, и он просто вот так вот… Я понимаю, что торт я не успею сделать вообще никак. Он слишком мягкий даже, чтобы его… И какой бы тилан? Можно кого-нибудь избить и забрать торт? Мне кажется, мне всё нужно, но спасибо за помощь. Сейчас я руки помою и решу, что делать. У меня есть кусок бисквита тоже вот. То есть хочешь, можешь забирать. Ой, спасибо вам большое. Ну, я просто буду выкручиваться. И выкручиваться придётся ни одной миле. На этапе сборки торта катастрофа случилась и у Егора. А ведь исправлять ситуацию с неудачными бисквитами Егору придётся без специальных инструментов. Выравнивающих ножей и лопаток он лишился в наказании за бракованную сдобу на первом этапе. Во-первых, он порвался, а во-вторых, он не красный. Вообще, это супер круто. Человеку, который сделал самое худшее блюдо, ещё усложнить задачу. Потому что он и так криворукий и не мог делать нормально. Здесь сбор сильнейших. Это да. Корж сгорел, я начну делать второй. И он тоже сгорает. Бисквит очень горячий. Я только что его достала из духовки. Я так торт не соберу. Блин, у меня не готово. Блин, прям у всех такой красный бар, тут кайф. А она же дралась за... Что? Как сейчас мои губы выглядят? Сверхсексуально. Немножко шоколада здесь. Может, слезать? У меня герпес, не надо. И тут начинается полный... Вкусный шоколадин. Такая доза сахара. Отсаживаем ракушечки. Моя курска уже всё сделала. Неровности. Просто сконцентрировалась, понимаете? Советское питание. Закалка. Скромность. 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 Устремленность. Угу. Плывёт уже всё. Пойду в холодильник. У Алисочки торт разводился. Они реально как будто первый раз готовят. Это что за херня? Мить, ты просто привык к шоу, которое мы смотрим в последнее время, и тебе на самом деле уже всё готовое приносит. А здесь это наш типичнейший кондитер, которым всё разваливается, потому что это невозможно приготовить. Ребята, ну какой антигравитационный торт перевёрнутый за пять часов? Обычный торт не приготовить. Ну вы чё? Любой супер кондитер не справится. Он здесь горячий, он здесь течёт. Ну кони... Вот, вот, это реальность. Смотрите, у меня очень-очень... О, я обожаю вообще! Слушай, всё на контрасте нормально. Всё, у нас всё горит, всё в жопа! Боже мой, какой хороший у них. Ну смотри, идеально ровный. Не, это бесполезно. Мастико надо обтягивать, ну как? Мастико надо обтягивать, ну как? Денис, ты не один такой. Ну я нервничаю, да, у меня стресс. Я не могу себя контролировать. Не видно. Ну ладно. Все по-разному проживают стресс. Он у меня падает! Я хватаю фризер, начинаю его поставить, но мне ничего не помогло. Это бесполезно. Нет, это вообще фон еще не будет. То есть ты понимаешь, что вот это внизу, это всё фальшики у них. По факту нужно только финальный приготовить, ярус. Мой торт у меня на моих глазах разваливается. Я вся в слезах плачу. У меня все плывет. Все. Мне кажется, я могу отступить назад, потому что там, ну, ничего уже, в принципе, не сделаешь. Но! Но я не могу отступить! Я сюда приехала, чтобы сражаться. Денис каким-то образом... Он просто его в мастику так упаковал, что он колом стал этот торт. Я просто другого выхода больше не вижу. Пофиг бы уже как, лишь бы он не развалился. Я не знаю, что мне делать. Аня предлагает мне обтянуть торт мастикой. Ну, думаю, будет что будет. Давай. Последняя ситуация. Слушай, ну прям профессиональный кондитер видно. Он лучший кондитер Северной Осетии. Он просто руками вот так вот его разрамкал, как слайм. Ну, вон, чувак же прям только что перед тобой сделал все правильно. Ты тоже должна была эту мастику раскатать и как... Угу. Как эта лента называется? Ацетатная. И как ацетатной лентной обмотать? Это трэш. Ну, все, она уже на нервике. Тут уже никакого рационального холодного решения не будет. Все, просто слезы и я ее понимаю через... Потому что она себя очень высоко поставила. И чем выше, тем больнее падать. И, конечно, сейчас она себя чувствует очень неловко. Что вот как? Я вот такая вся приехала, вся деловая. Вообще больно. Собираю себя в руки. Говорю, Лиса, успокойся, все получится. Собираю торт. Я уже собираю торт из чего есть. У меня остался клубличный ганаш. Украшаю свой торт мастичными цветами. Чпока-чпока, у меня все получилось. У меня вообще абсолютно нет времени. И уже импровизирую на ходу, делая сердечко. Растерялся в моменте. Ушел сюда. Просто думает. Перестал что-то делать. Начал просто думать. Ну, как ты говоришь. А, так вот. Беру кисточку, начинаю мазать что-то где-то. Беру рукой ее вот так вот прохожусь. Вот этими кровавыми следами, отпечатками. Место убийства. У меня сейчас не хватает времени на финальный декор. У меня последний из подтонировать. Закидать перьями. Ягоды и сердца положить. Все это выглядит немножечко убого, на мой взгляд. Поэтому я решила, что нужно добавить немножечко свежих ягод. Немножко припорошить. Ягодки всегда спасают. Здесь у меня получается идея, как начало свадьбы. То есть все приходят на свадьбу, дают подарки, потом они... Твою мать. Когда он это сделал? Из говных палок собрал. Вот всегда в такие моменты начинаешь думать. Ну у кого-то же получилось. Все же в равных условиях. Как это работает? Понимаешь, ему досталась соль. А остальные нет. Продолжение семьи, все дела. И вот сама концепция торта такая вот. Торт получился замечательно. Я прикольно придумал их под одеяло спрятал. Не надо ничего прорабатывать. Все соответствует тем картинкам, которые у меня были в голове перед тем, как я начала делать этот торт. Хочу обратиться к Кристине. Поскольку ты в первом этапе оказалась лучшей, у тебя есть еще 15 минут, которые ты можешь спокойно посвятить своему изделию. Как щедро. Бонус в 15 минут очень помог дособирать торт. Реально щедрый бонус. Человеку, который типа лучше справился. Пошел немножко не по плану. Ну должен же какой-то кресть быть. Скорее внимание, остановили работу. Ваше время вышло. Так чей же красный бархат станет? Ничего себе. Нам почему-то не сказали, сколько времени всего дали. Анют, напиши, пожалуйста, сколько часов давали. Да классика, давайте сразу же надеюсь. Самая страшная позади, сейчас самая тяжелая позади, ты свое отплакала? А теперь объявление для всех. Плакала, плакала. И мы все остались в другом конце Москвы. В Лобне. Ну вон, начался движ. Я, конечно, была не то что в шоке. Я была вообще в ужасе. С моим-то тортом, да нет, он развалится сто процентов. по правую руку от меня вы видите сколько прошло сколько прошло час 0 4 минуты и мы господи дождались спасибо всем кондитерским богам что-то сука новое какой-то движок да просто подсмотрели на лучшем youtube канале критерий доставка тоже но вообще-то это уже было в первом сезоне кондитера если что они доставляли так то такие коробочки конечно на трехбальнице назначение ну не забывай лишь не затем в пятибальницу как говорится не дошла до эфиров но ее создатель так сказать присутствует сегодня здесь кадре с нами я тяну вверх ты начинаешь лезть под низ можно подождать по чуть-чуть дают огромную коробку которая должна его запаковать и еще отвезти непонятно куда ничего не понятно куда скажут адрес торт и у тебя мы везем прямо на свадьбу и поляну через 30 минут молодожены и жюри начнут праздничную дегустацию насажают в большую машину мы там друг на друге практически стоим эти торты друг на подруги стоят они что поедут как лошади в загоне реально вот здесь экшен я не знаю по каким колчам вообще ехал наш прекрасный водитель почему нас так там трусило будто у нас землетрясение 8 баллов что хоть какие-то поручни должны быть чтобы это осуществлять или даже шумят просто к полише курятник нас всех трясет представляешь как в загоне везут их еще вот это вот открытая здесь такая зона идет ну вот вперед назад вперед назад ездил этот на свои и сараводский естественно я думала до презентации торт может развалится но думаю что будет ну есть подозрение что все-таки не на соседних они смысла просто в соседнее село на дискотеку вы первая пара в мире у кого на свадьбе будет 14 свадебных тортов ничего подобного мир еще не видел тем не менее ваша задача вместе с нами выбрать один единственный готовые готовы и по вкусу и по внешнему виду и так я хочу пригласить первого участника роман наконец-то да наконец-то роман ну кстати вау удивили внешним видом торта да не интересно что скажут наши молодые очень красиво очень интересно хочется попросить и так мы конечно даю тебе можем резать что это за месиво о немножечко я вижу грусть на лице аленая по начинке немножечко если честно жидковато владислав роман а я вас подержу мне мне нравится для меня это очень вкусный шоколадный насыщенный бисквит ты уже был в нашем проекте кондитер ты уже опытный матерый волчара я тебя ждал более аккуратно а уф крем жидкий то самая ошибка которая во время сборки такая прогоняет как бы не училась мной крем поплыл очевидно крем ну давайте как бы да на чистоту вообще не было времени чтобы торт отстоялся чтобы тот застыл потом его везли в машине сколько еще было потрачено времени на эту съемку в машине мы вообще не знаю сколько их там трясло машине три часа а были торты в машине вообще мы не знаем мы не знаем хочется узнать какой торт приготовила ольга владислав и алена хотят на свадьбе увидеть свадебный торт я смотрю и вижу что мой верхний самый верхний самый вкусный и большой ярус просто на потому что везде не выдержали пенопласт вот этом вот авто но вопрос не в том что торт нежный вопрос в том что жидкая начинка внутри она попробуйте мне нравится как они серьезными лицами продолжают обвинять кондитеров это же прям надо уметь это надо как-то себе такую установку дать что какое-то не знаю сожаление не испытывать да ну ну в этом и состоит профессионализм ведущих безусловно и ради чего все в принципе смотрят кондитер чтобы посмотреть ой такие они рукожопые я то вот лучше приготовлю но никто не был на их месте и в их условиях данное изделие является очевидно браком и дегустировать здесь нечего я пройду дальше несмотря на такую ситуацию с моим тортом я достойна пройти дальше я очень много умею ну вот такой вот форс-мажор но у кого не бывает я объяснила ситуацию я думаю что меня поймут и учитывая то какой я прекрасный мастер конечно я останусь екатерина если вы еще не успели съездить медовый месяц то медовый месяц с райских островов приехал к вам вместе с райскими птицами а она а я и спутала с дредами которые даже интересно услышать мнение наших заказчиков которым на свадьбу принесли вот такую пиндюрку что вы скажете очень красиво очень лаконично очень интересно я боюсь что да всем гостям не хватит ему торт маленький потому что для самых близких потому что он вообще для жениха с ним потому что на годовщину свадьбы в конце концов несмотря на то что он толстый довольно приятнейший как у бабушки вот знаете серьезно мне нравится екатерина давайте по очереди первое сверху крем отсеченный второе есть фрагменты небольшие кусочки чего-то нерастворенного понимаете да при том что сам по себе бисквит очень вкусный влажный в общем катюш ты молодец потому что это было вкусно ванишь сказали оля сказала и ренат ничего себе но все-таки насколько помню участники хотели перевернутый торт да они просто подставочку а вот сверху кругленький тортик перевернутый на мой взгляд с какой стороны посмотреть это потрясающе вверх мне нравится ягоды свежие и крем-чиз и этот бисквит и вот эта прослочка вот это вот ягодная просто потрясающе я так люблю это сочетание было очень много положительных отзывов и действительно это было очень приятно я подумала что ну может быть внешне он был не очень зато на вкус всех поразил ну давай теперь по чесноку давайте значит первое крем жарноватый для этого бисквита бисквит слишком нежный для этого крема первое второе по декору мне кажется чуть-чуть ты не доработала потому что задание было сделать перевернутый торт но мне больше всего нравится вот эти гнезда неожиданности которые вы на нижней части прям дополняют композицию ты молодец гениальное творческое решение а ты умничка умничка забирайте но я соглашусь частично что выполнила торт не совсем по тайзе но времени мало поэтому получилось получилось это невероятно красиво это гнездо а гнездо я помню что они куши для его победит и я была уверена в этом потому что но он шикарный плотный вкусный бисквит я могу перевести это хлебный мякиш плотный вкусный миска мне нравится пропиточка но но вместе с тем как будто бы чего-то не хватает я пока не могу понять чего устала ты по вкусу мне очень понравился не жирный крем очень вкусный бисквит посмотрите какой филигранный разрез он шикарный спасибо что добавил ночью молочного ломтика захотелось суховат но все равно чего-то не хватает мне кажется шоколадного вкуса либо яркого цвета есть ощущение такого знаете немножко магазинного торта в обычной кондитерской внешним видом торта удивили вкусом нет ну вообще я кстати вообще на фига расстроилась потому что я реально думала что мой торт самый классный что его оценят по достоинству я вам даже обиделась ему как-то распевочка но с таким тортом претендовать название конечно не получится мне кстати нравится так вот можно если вдвоем так делать можно очень круто срезонировать вряд ли у нас с тобой получится у нас так семиком иногда получается на месте нет не резонируем сожалению простите не за зачем это послушали бывает прям настолько ощущение как будто сливаешься с другим человеком ну сыночки постарались и это очень мило но мне кажется она какое-то сухое и и друг с дружкой немножечко не не дружит да на самом деле здесь все понятно очень очень резиновые жесткие коржи которые даже вилка не влазит просто очень резиновая то это изделие на это можно назвать ковришкой пряником но вряд ли красным бархатом думаю не выгонят меня сегодня потому что есть участники которые слабее надеюсь все в целости и сохранности ничего себе ныло ныло работа я разрезаю свой торт когда я воткнула нож я уже поняла что все алиса там каша это нельзя презентовать но плюхнула я на тарелку дала членам жюри говорите как есть только честно только говоришь печально всегда говорить какие-то замечания потому что я еще раз повторюсь это невероятно красиво но очень сладко во первых максимально сладко непонятный бисквит я и прям вспомнила она мне те же самые эмоции вызывал каждый раз вот легкая критика все она же прям ноздри раздувает все она уже на пьедестале для себя лично и конечно сложно все это дается такие зачем правда хотите там такие передачи как бы идешь за самоутверждением да а потом все таки с разочарованием сталкиваешься не могу понять очень очень жидкая начинка и бисквит это тесто ты же этот бисквит разрезала своими руками правильно я понимаю да ты же видела что он не получился да я разрезала его прямо с духовки я не такой плохой кондитер которым меня выставили в этом конкурсе но битва из битва будем сражаться дальше и так егор хочется увидеть твое изделие ну давай егоршка не подведи егор человек который любит удивлять ну я немного перенервничал сегодня и поэтому не мог нормально работать вообще что делать но у этого торта есть свои плюсы его не получится осудить за бисквит и за крем потому что он искусственный искусственный нового седондей конечно можно обрезать я думаю здесь пора заканчивать como уже холода пробовать не будем спасибо спасибо всего данный какой то момент я оценил сюда суперплох возможно Это что, мерч Карина Мурашкиной? Возможно, перенервничаю. Если не поели, поешьте. Я не знаю. В данный конкретный момент я оценил свой результат суперплохо. Возможно, я переоценил свои... Ну, домой форай. Ну, правда. Даже как персонаж неинтересно смотреть. Хочется увидеть работу Натали. Так, Наташенька, что там у нас? Шедевр. Просто шедевр. Моя, моя. Наталья, вы понятие, что вы вообще никому не оставляете шансов в этом проекте? У нас на глазах рождается... Она же еще сделала рулетики. Прям реальный мастер-кондитер. Какая нежность. Почему никто не отметил, что сборка другая? Очень вкусный бисквит. Очень нежный крем. Мне все нравится. Вы невероятно талантливая. Вы обаятельная. Но с начинкой чуть-чуть не доработали. Первое, это не красный бархат. Это фиолетовый бархат. Мы в Дубае такой ели. По декору вы художили. Вы так видите... Ладно, что не черный. Вы открываете новые горизонты. Вы будущее нашей индустрии. Нашей страны, надо было сказать. Будущий мастер-кондитер, верно? Да, я будущий мастер-кондитер. Забирайте, отлично. Здорово, спасибо. Умничка. Можно здесь имена подписывать? Все-таки... Я опять забыла, просто как я ее зову. У меня остались еще участники, и я начинаю волноваться. Ой, ну это вообще... Это тоже, кстати, претендент на победу у нас. Что за декор торта? Вы засыпали ягодами? Это что за детский сад? Мне не хватило времени на стабилизацию. Плюс 15 минут вы получили, вам не хватило. А у других участников... А вы видели, что Наталья сделала? О-о-о! Наталья, Наталья. Фиолетовый бисквит. Там времени на все хватило. Конечно, я как профессионал понимаю, что это полный провал. Просто наорал. Просто наорал. Я говорю на то, что им понравится, судим, очень мой крем. И внутренняя начинка вот этими кусочками клубнички. Коржи, конечно, не припеклись. Это видание невооруженным взглядом. Ужас. И это очень грустно. И это, говорят люди, которые получили свадебный торт. Кристина показала лучший результат в первом конкурсе. А сегодня ее работа находится под большим вопросом. Вообще ее пребывание... Давайте так. Так, наш Слава Марлова не приготовил ничего. Поэтому очевидно, что она не под ударом сегодня. Не наводите драму. Крем, начнем с крема. Он отсеченный, похож вообще и визуально, и на вкус на омлет. Ужас. Это самый худший комментарий. Кстати, люблю омлет. Жутко неприятно, когда ты там была на пьедеставе, а тут ты... О, у нас даже села. У нее тут больная тема, как... Перенервничала, и все, сюда пошло. Зажимчик, зажимчик. Потом закажут мне торт, она также с таким же голосом будет. В сторис выходить. Я посмотрела обзор Бельчиков. Они такие твари. Засрали мой торт. Вам поря. Неожиданно. О, вот я бы хотела спросить. М плюс Т, это вот... Молодожены плюс торт равно любовь. О-о-о! Внешним видом торта точно не удивили. Интересно, что будет с разрезом. Ужасный разрез. О-о-о! Ужасный разрез. Ну как ужасный? Ужасный разрез. Интересное решение. Для меня немножечко жирноват вот этот розовый крем. Ужасно. И немножечко как будто все вот в аду кучу. Нет каких-то оттенков. Ужасный. Владислав. Спасибо. Техническое задание по начинке не выполнено. Когда есть пожелание от заказчика, что торт хочет увидеть красный бархат, то должно быть четкое в соответствии с техническим заданием. У меня, опять же-таки, мнение другое. Ну, у меня вот такой красный бархат. И я сделаю такой, какой у меня есть. Какой я умею делать. Денис! Денис! Представляю ваш свадебный торт, который полностью описывает день вашей свадьбы. С чего он начинается и чем он заканчивается. По мне, самый лучший дизайн для сегодня. Самый аккуратный. Мне очень понравилась реакция Ольги. Вообще! Просто четыре ноги. Все. И все под одеялом. Смотрите, сколько эмоций. Сколько эмоций. Кстати, разрезик прекрасный. Интересно, что скажут молодожены. Денис, очень оригинально. Классная кровать. Крутая задумка. Крутая идея. На самом деле, внешний вид твоего торта, он поразил. Самое сердце. А вот бисквиты в твоем торте, они немножечко разъехались. Чуть-чуть не доработал. Но я тебе честно скажу, по бисквитам на данный момент, это один из худших бисквитов среди всех участников, которые делали. Я прекрасно знаю то, что по красному бархату я не спец. Возможно, что-то я и упустил, допустим, положить что-то по громовкам. О, так. Мне нравится декор потрясающий. Красный кол. И мне хочется узнать мнение наших молодоженов, как ваши эмоции. Мила, подскажите, этот кол, он тоже съедобный? Да. Нет. Мне в моменте показалось, что кто-то сел в коробку на торчащую эту, как центральную ось для торта, потому что она была какая-то красная, некрасная, я даже не понял. Мне очень нравится крем-чиз. И вот этот вот крем, он такой сливочный, приятный. Владислав. Мне нравится. Я же отдаю торт, а он у меня собран из обрезков каких-то. И мне говорят, что это вкусно. Я такая, блин, капец, реально. Спасибо за бисквит, Денис. Что Ирена скажет? Очень-очень нежный, пропитанный и очень классная карамель из крови твоих конкурентов. На нем натыканы осколки, оттуда как будто сочится кровь вот из этих ран торта. Выглядит круто. Тем не менее, по декору, я бы сказал, декор спорный. Немножечко, как будто чуть-чуть такая паника на торте, но при этом твое изделие вызвало эмоции у заказчиков, и для нас это главное. Я бы не хотела себе такой торт, как у Милы, на свадьбу. Осиновый кол. Красивый, аккуратный, но лично на мой вкус... Вот, Светяна где-то взяла. Такое деревенское, немножко. Да, даже не немножечко. Зато и Рене такие торты больше нравятся. Зато ровные. Да. Ну, то есть детализация... Ой. Потому что, блин, за два с половиной часа, что ты сделаешь? Два с половиной часа. Да это невозможно. Кислинка, кислинка неплохая, очень даже интересная. Как она успела эти титры нали пить? Я тебе честно, что для меня на данный момент из всех тортов, которые я попробовала сегодня, это самый сбалансированный вкус. Я собой горжусь, мне очень было приятно, я даже заплакала. Итак, презентация тортов окончена. Вместе с заказчиком жюри оценит результаты, и финальное решение участники узнают с минуты на минуту. Кто станет на шаг ближе к победе, а кто отправится домой? Я должен признаться, вы сумели нас удивить. К сожалению, не только с положительной стороны. Нескольким из приготовленных вами тортов место не на свадебном столе, а, к сожалению, в мусорном ведре. Но все-таки кое-кто порадовал нас своим изделием больше всего. Мы поговорили с молодоженами и выявили очевидного фаворита. Наталья? К любому. И получился интересный декор. Итак, коллеги. Олеся. Ничего себе. Это не вы. Мне интересно твое мнение. Как ты думаешь? Ну, как облупленного знаем. Кто заслужил первое место? Я бы Миле отдала победу. Мне понравилось это. Тем не менее, мнение заказчиков для нас является определяющим. В этом испытании победу одержал один участник. Не может быть. Я думал, два. Ты же сказал, Наталья. Интуиция. А, так. Она же всегда с предъявой говорит. Если бы это было настоящее реалити, вот сейчас бы показали, как они спят, там они бы ее точно темные устроили. А она спит в тельняшечке свою. У нее по карманам там соль, дрожжи, сода. Вот это все. Мы нашли. Ну, заслуженно. А почему нет-то? Что, зубами отгрызет свою победу? Все, миллион выиграли. Я думаю, еще много серий впереди. Спасибо огромное. Посмотрим, как будет развиваться. Сама идти дальше. Ну, женщина, она хорошая. Но кто же тогда покинет этот... Дайте угадаю. У нас есть два участника, который приготовили брак. А надо, чтобы победитель определял. Наталья, прикинь. Надо бы сразу Алису. Уф. Господи, она как будто уже даже меня ненавидит. Я вот через экран это все чувствую. Чего? Девочки, у вас были бракованные изделия. Наталья, как вы думаете, кто из них... А Слава Марлоне не считает. Да-да-да-да. ...покинуть наш проект. А, как ты и сказал, говорит, пусть победитель скажет. Я думаю, что Кристина. Кристина. Си... Ты понимаешь, почему Кристина? Она самая сильная. Она реально с ней прям вровень идет. Ты что думаешь? Кристина или Алиса? Егор. Прости, Егор. И мы с тобой полностью согласны. Да все хорошо. Егор, ты покидаешь наш проект прямо сейчас. Перенервничал. Не смог взять от себя руки в нужный момент. Я считаю, это абсолютно справедливо. Мы не увидели результат ни в первом конкурсе, ни в втором. Как он вообще сюда попал до сих пор, не думаю, наоборот. Спасибо за участие. Он модный. Ну, Рафинатыч. Ну, увидимся через пару лет. Ты уже стареешь. Подсижу. Время придет. Нормально. Егорка, пока. Нам места больше достанется. Мы дальше в финал. Коллеги, я хочу поздравить вас всех. Вы продолжаете счастье. Суспайся в Новом Году. В проекте Мастер Кондитер. Блин, не сложно ему, а он не путается, интересно. Я думаю, несколько дублей было. Хоть хоть в проекте Кондитер. Давайте посмотрим, что все же здесь. Да, давайте хоть как-то заинтригуемся. Вау. Это тоже самое. Лучи там стоит. Этим изделиям место на помойке. Ой. Блин, блин. То есть будет абсолютно такая же серия. А ты что, хотя... Конечно, Зай. Все, ты чего? Рутина. Это приятно. Еще и с теми же, одними и теми же людьми. Конечно, в смысле, но они же идут на Мастер Кондитер. А можно показать, как они спят? То есть в Кондитере хотя бы каждый раз новый персонаж будет? Нет, я, кстати, с тобой тут не согласна, потому что мне интереснее будет. Посмотрите, у меня уже свои интриги тут. Я уже жду вот этот змеиный клубок, как будет распутываться. Договорились с ребятами, что будем действовать командно. Сплатим все ингредиенты, чтобы не досталось... Ну посмотрим, получится ли. А вот зефирочку там дела. Первые серьезные травмы. Ты видела? Это просто шок. Ты видела, друг, я обожаю. Ланчик готов. Я тоже. Лучше бы она Наташа была. Кастрюлю сезаматилась. Ланзай. Это, ребят, чест, это было легендарно. Я жду уже вторую серию, просто сил нет. Она будет тесна. Она бустит. Поэтому приходите, будем смотреть. Ну давай сейчас сделаем в конце просто свои ставки. Кто победит? В следующей серии? Нет, вообще, вот в финале кто? Победит Марина. Ой, Наталья. Мне тоже кажется Наталья. Да, 100%. Но, но ведь может... Или Кэнди Крафченко. А вдруг Кэнди Крафченко вырвет? Зубами. Она на своей злости-то может и поедет. Но Наталья хороший претендент. Или вот рыженька-красавица, которая для Егора Криды готовит торт. Кристиночка. Вот сейчас она все слабоват. Показано. Наталья, конечно, интересный персонаж. Ну все, друзья, увидимся скоро. Или не скоро. Ну все, люблю, целую. Пока. Случается. Просто надо обдумать немножко сейчас, пока перевариваю. Что-то произошло в этой серии.